ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давайте просто начнём, как бы есть проблема, ну не одна даже, вот Антон предложил ещё раз пробуем. Прежде такой, знаете, такая вот, и как бы для затравки такая вот странная проблема, я просто об этом думал. Ну вот, мы различали, мы говорили о том, что мышление, восприятие и представление являются способностью. Вот у нас, ну, точнее, различали способности, и отдельно от этих способностей брали сознание. Получалось, что сознание своего предмета не имеет, способности все направлены на какой-то предмет, все они интенсиональные. Интенсиональные, да? А сознание предмета своего не имеет, но оно может как бы быть направлено на любой предмет, да? Но на самом деле, если это же, это же различие, я смотрю, с другой точки зрения, с точки зрения действий, да? Получалось, что способности, это вот некие акты, акты, способности, да? Как направленные акты на предметы, на объекты, на объекты. А сознание у нас была особая какая-то вещь, да? И непонятно, что это такое. Вот что такое сознание? Как его характеризовать? С одной стороны, сознание можно понимать как некое местилище, да, вот пространство. Да, и тогда понятно в каком смысле сознание как бы направлено на предмет любые способности. Просто предмет любых способностей просто входит в сферу сознания, да? Вот он как-то здесь представлен, и тем самым сознание как бы на него направлено. Сознание это какая-то интенсивная среда, и оно в том смысле и направлено на предмет, что просто через предмет внутри сознания. Это первое. А второе, мы, можно говорить о том, что сознание само истинной zeigt. активность сознание тоже есть какая-то активность активность и тогда получается странно там она и вместилище и активность вот на какой-то мне вот это непонятно почему когда мы считаем сознание это пространство мы обязательно берем пространство предмет здесь входит предмет не только предмет все заплаты и интенсии вот при мышлении мышление направлено на нету предметы мысли не только мысль все возможные просто различие какое вижу есть пространство предметов а есть пространство актов и это одно раз и какие-то нет ни одно и то же ну как бы чисто математически есть допустим пространство точек а есть пространство векторов понимаешь пространство векторов это как раз пространство как бы направленности каких-то пространство соотнесенностей вот представьте математическое пространство вектор это не то же самое что пространство точек как бы пространство предметов то есть пространство сознания может состоять с одной стороны простой вариант из объектов разных разных объектов, разных способностей. Это могут быть и мысли, и предметы, и объекты, и переживания, предмет переживания и так далее. А может состоять из этих актов, из самих вот этих актов. Вот здесь как бы эти акты расположены и множество этих актов образуют пространство сознания. Едиными словами, в сознании эти акты находят как бы себе место. Только акты расположены и предметы расположены? Акт вместе со своими и предметами. Правильно, я так об этом и обсуждаю, что есть некий как бы... Ну просто не объект входит сюда, он не может отдельно предмет войти. Это значит, что он всегда вместе с каким-то актом, который на него направлен. Правильно, вместе с актом мы просто пришли... А в составе акта, скажем так. Это не тот же самый объект, что и сам по себе. Ну его да, просто нет. Сюда входят акты и вместе с собой приносят не только, кстати, предметы разные, но получается и разные как бы субъекты. Пусть формально мы их называем. Да. Вот. Ну просто важно вот штука. Если мы сравниваем это с сознанием со способностями, именно и важно как бы вот эта вот составляющая. Чем отличаются способности от того, что есть сознание? Они отличаются тем, что способности есть предметы, а они интенсиональны, а сознание нет. То есть сознание не интенсионально. Вот я пытаюсь здесь вот как бы вот это различить. То есть сознание с одной стороны может понимать не интенсионально, а с другой стороны вроде она тоже как активность, понимаешь, можно понимать его и интенсионально. Вот когда сознание понимает как интенсионально, это что такое? Это просто сознание понимает как мышление, что ли, да просто? Или что это такое? или как в нем, вот есть в пожележье еще такая вещь, как внимание, как внимание же есть еще. Это же пространство не просто однородное, оно интенсивное, как бы, есть какое-то внимание, которое по этому пространству входит. И мы же не полностью, есть вот как бы вот нечто, как бы находящееся в фокусе сознания, а есть нечто, как бы находящееся на периферии. Оно, как бы, есть и в любой момент доступно, но его, как бы, в данный момент для субъекта его нет. Ну, можно же как сказать, что вот это пространство актов, если сознание пространство актов, то это пространство возможных актов. Там, как бы, существуют все возможные акты, все возможные векторы. Но какой будет, так сказать, представлен, какой будет осуществляться, зависит там от чего-то. Чего-то там зависит. Ты просто, это, тема в чем состоит, в чем вопрос, как отличить вот сознание, допустим, сознание отличается от способности тем, что оно не интенсиональное, тогда понятно. Но сознание в каком-то смысле тоже интенсиональное, оно же активно. Если сознание было, вот смотри, вот возникла такая странная, когда я с кем-то там на форуме беседовал, они говорят, что у вас сознание пассивно. Но это же не так. Вот если оно просто вместилище, да, куда кладут, то оно пассивно. Но оно же не просто пассивно, оно же именно активно. То есть вот непонятно, как вот эти два сосчитать, как одновременно сознание. Активность, короче, сознание. С утра, допустим, оно какое-то там смутное, да, смутное. Бывает там сумрачное, там больное какое-то. То есть может как-то сознание пытаться характеризовать каким-то интенсивностью. Но я пытался это понять в свое время тем способом, что просто вот есть я, да, и поскольку я связан с сознанием, вот с сами переживания я, вот там, что оно с утра там, это чувствует себя не очень, как бы это не ясно. А днем, например, более яснее. А к вечеру там оно становится еще опять задуманиваться. То есть это, я считал, что типа это какие-то наводки от яд. То есть я какие-то состояния, в каких-то состояниях находятся, и сознание, которое связано с я, оно постоянно тоже, ну, на него наводится свойство яда. Нет, ну, более состояние. А с другой стороны, как бы, когда говорят смутное, там, допустим, или сумрачное сознание, неясное сознание, обычно имеют в виду что? Что у тебя есть способности, ну, ты понимаешь, что сознание не способен, что способности, как бы, не работают как следует. Ну, допустим, восприятие. У нас смутное восприятие что-то, у нас там что-то расплывается перед глазами. У нас, допустим, сумеречное мышление. Понимаешь, с утра встал, там, ты не можешь связать две мысли. То есть все-таки, как бы, проявляется это на способностях. Ко всему относится. И к мышлению, и к восприятию. Утром проснулся. Ну, да. И сфокусировать не можешь себя. В первую очередь это на них проявляется, на способностях. Не очень понятно, можно ли, как бы, от них перейти к смутному сознанию какому-то. Может ли оно быть смутным? Ну, может и может. Но это надо как-то отдельно показать, что это именно сознание смутное, а не способности. Ну, то есть первое, что приходит в голову, это какое-то вот плохое восприятие, там, слабое какое-то, не знаю, неотчетливое восприятие. И мышление тут же, и невнятное какое-то переживание. Просто тут есть просто такая возможность, что если сознание понимает как пространство, то вот активность сознания уже может понимать как субъект. Вот это вот внимание, которое бегает, да. Вот есть же вот в сознании, есть вот некий центр, да, который во внимании находится, да. А есть некая периферия, которая тоже, как бы, есть. Мы к ней можем это в любом момент перейти, но для нас она, как бы, находится где-то там вот. Вот сейчас я смотрю, как бы, да, я же все вижу, да. Я, как бы, на что-то внимание обращаю, а что-то находится просто, ну, не в фокусе, да, как-то вот, как какой-то контекст. И получается ли так, что вот то, что в фокусе, это можно и в каком-то смысле и понимать как я? Вот здесь вот, вот это вот действие я, то, что в фокусе, а то, что не в фокусе, это, в принципе, есть сознание. То есть, то есть, вот эта вот деятельность я, вот когда мы говорим, что сознание активное, деятельность я, вот сознание. И сознание, как вместилище, да, куда это вмещено, и то, что на чем сфокусировано, да, что в данный момент, на чем акцентировано. И то, что как бы дано, как просто контекст. Но можно... Есть я, которое просто вот и есть эта фокусировка. Нет, просто это такая терминологическая, это... Ну, не знаю, непонятно. Я просто пытаюсь найти для я какое-то место. Либо я просто чистое переживание. Когда ему в сознании вообще место непонятное, как оно есть. Просто вот, если так различны способности сознания, первое, что приходит в голову, ну вот мне пришло в голову как раз, сказать, что сознание, я говорю, есть пространство актов, и таким образом, чем они отличаются? Сознание и способность. Способность принадлежит какому-то субъекту. Ну пусть мы его знаем или не знаем, но так или иначе это способность субъекта. Способность кого-то. Вот у кого-то есть способность мыслить, у кого-то есть способность субъект здесь, да. Вот. Он как бы способность принадлежит субъекту. И напротив, в сознании, если акты помещены сюда вместе со своим субъектом и предметом, субъекты принадлежат сознанию. Нет, только субъекты не даны здесь. Как? Они не даны явным образом, но как бы у каждого акта есть начало. Да. Вот у каждого, все они как бы там присутствуют. Вот. Как потенциальные какие-то причины. Вот. То есть они находятся внутри сознания, а не так, что сознание принадлежит им. То есть они принадлежат сознанию, а не сознание принадлежит им. Вот что важно. В отличие от способностей их, способность всегда принадлежит. Способность принадлежит субъекту, а сознание нет. Это вот как бы объективный идеализм Гегеля. Мы получаем тогда, что вот здесь как бы сознание, оно не принадлежит какому-то субъекту. Оно из пространства. Вот. давайте еще 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 один аспект чтобы не говорить одно и то же маленький как бы аспекте смотрите если создать сознание 20 мы говорим активная то есть пассивное как пространство пространство и вот есть такая возможность мы просто рассматрившись активность смотри если сознание является активностью читатель то тогда она как сознание может захватить саму себе мешок если сознание просто пассивное пространство то она просто как бы раскрыт и некая другая активность активность просто книгу направлена какой-то и сознание сколько нас к ним усилить направлю если допустим сознание из просто стать ангелие как она как интенсия может быть направлен тем она в нем жить не так я просто дай до конца доведут свое представление не так расскажется что как вот если сознание является пространство мать то даже нельзя сказать пассивно, но и активно, потому что оно выступает, как бытие выступает для сущего. Оно позволяет, бытие позволяет сущему быть. Так и пространство сознания позволяет так-то в себе существовать, дает им как бы пространство, в котором можно разворачиваться. Не, понятно. Я говорю, а как мы знаем о сознании? Вот мы сидим сейчас говорим о сознании, а откуда мы о нем знаем? Для того, чтобы о нем знать, надо же как-то был доступ к нему иметь. Как мы иметь к нему доступ? Хорошо, а как мы о бытии говорим? Мы же тоже как бы не можем на него указать, как на предмет. Предмет как указать не можем, мы мыслить такой можем. Ну и сознанием точно так же мыслим. Правильно. Интенция чего? Антиактивное смышление направлено на пространство? Откуда мы знаем, что мы рассуждаем о пространстве, как о чем? А на бытие тоже направлено на активное смышление, если мы мыслим так, получается? Но мы мыслим бытие, и тем самым как бы для нас... Бытие может по-разному как бы смыслать, как оно мыслить. В некотором отношении различие бытия и сущности это различие мышления, а не сознания. Сознание различить может только то, что как бы дано явно. Вот дано два явных пространства. Вот это различие сознания. А когда одно дано, а другое не дано, вот оно как-то там где-то находится, где-то потустороннее, то это уже мышление. Вот это различие, это различие мышления. Это различие различия сознания. Сознание различий явно. Хорошо, вот если мы знаем о сознании, значит, а мы как-то к нему доступе имеем? Или это сознание просто пустое слово? Имеем ли мы к нему доступ? Если мы к нему доступ имеем, значит, есть ли какие-то тенденции, которые направлены на сознание? Или что? Как мы обо нём знаем? Или мы мыслим просто сознание? Мы схватываем сознание как мысль? Так что? И о нём рассуждаем? Ну, мне кажется, что надо определиться для начала, если бытие это или сущие. Это какое-то сущие, то есть предмет. Почему у меня всегда смущено разговор про сознание? Когда сознание вдруг становится субъектом и так далее. Что непонятно. Если оно становится субъектом, значит, это сущие. Значит, сознание это какое-то вот что-то существующее. Вот. Не какая-то онтологическая структура, не какой-то там способ бытия, а вот некое сущие. Вот. Вот с этим надо определится. Это самосознание, это сущие? А вот если это просто сознание? Самосознание, это это и есть я, мы говорим. Я я тут, это и есть самосознание. Злово другое просто, тоже самое Attention. Самосознание указывает на способ, каким это мы это я дам. Оно может быть дано через самосознание, а может быть оно через переживание. Это просто способ доступ. Так вот, если мы здесь делаем выбор, если мы говорим про сущие, тогда все вопросы верны, как мы получаем к нему доступ, какие интенции на него направлены. У нас должен быть опыт. Самосознание в смысле того, что сознание само себе дано, что ли? Каким образом? Это сейчас ты сегодня спрашиваешь? Да, это я просто позадумался в аспекте того, что мы сейчас спрашиваем, каким доступ есть к сознанию. Как бы вроде сознание есть доступ к самому себе, это невозможно в нашем понимании. Самому себе доступ не может. Вот в нашем понимании, как если оно просто пространство, оно никакого доступа к себе иметь не может. Нет, Палат, я когда говорю о самосознании, я не имею в виду ни о какой связи с тем, что мы тут разговариваем. Потому что принципиально что-то другое. Ну это понятно, но если как раз твое замечание, оно значит, с чем интересно, что когда я говорю о том, что какая-то другая активность должна сматывать сознание. Потому что сознание в данном вопросе, если оно просто нас, оно не может себя схватывать. Как? Оно не может внутрь себя себя поместить. Вот мы говорим, что все в сознании. А само сознание, вот оно не в сознании, оно есть и все. И оно берет себя как целое. Вот все как целое и берет. Я пытаюсь понять, как мы имеем доступ к знанию о сознании. Я говорю, если мы понимаем его как сущие, тогда этот вопрос очень серьезный и действительно надо... Если она активность, то понятно, можно по рефлексию какую-то придумать. А если она пассивность, то я вообще не понимаю. Опять же, ты не то различие во главу угла ставишь. Мне кажется, различие бытия сущего тут существенное. Потому что если оно бытие, способ бытия, то к нему совершенно другие подходы, нежели к сущему. А так может быть, подожди, а мы говорим о феноменологии все-таки говорим или о метафизике? Что значит различие сущего? Между прочим, у Хайдеггера тоже феноменология, у него бытие доступно нам. Вот. Оно нам доступно. Каким-то странным образом. Мы знаем о том, что такое бытие. Не знаю, переживанием или чем-то еще. Но мы знаем, что такое существовать. И даже различие существующего, и несуществующего, и даже существующего. И самого существования, оно нам каким-то образом дано. Посмотри. И не мысли, а переживания. Вот ты говоришь слово бытие. В каком-то отношении это просто слово. Откуда оно взялось? Да. Ну вот. Вот дано нам сущее. Да. И мы понимаем на самом деле, что с этим сущим связано нечто еще, что не дано. Вот оно дано. Дано. Чувственно. Чувственно. Есть нечто неданное, да? Неданное. Что мы называем бытие. И вот это вот бытие есть определение, как бы отрицание того, что дано. Нет. Оно восходится как отрицание. Оно как бытие есть то, что не дано, но есть. Но не в переживании бытия. Если так определять бытие, оно становится другим неданным сущим. Ну, например. Не, не, не другим неданным сущим. Это как вещь в себе там становится оно. Ну, допустим, вот есть сущие, а что нам не дано? А вещь в себе. И вот оно, вещь в себе отрицает сущие. Вот как получается. А на самом деле бытие. Вот. Это ну как бы основание этого сущего. Хорошо. Это первый вариант, да? Второй вариант будет переживание, да? Переживание? Ну. Как бы по диггерам. Ну, может быть. Я не знаю, по диггерам. Основание. Ну вот я себе представляю, что вот есть сущие, а оно стоит на земле. А ты хочешь сознание вот когда-то или сюда, либо сюда как бы приурочить? Ну, вот как сущие стоит на земле, бытие я и поэтому может стоять, так и акты стоят на сознании, лежат в сознании и поэтому могут быть акты. Подход на то, что есть основание, что оно должно быть. Это своего рода уже предпосылка, почему должно быть основание. А почему все просто в пустом пространстве не висит и все, почему должно быть основание? Потому что это же как раньше рассуждали, ничего не может летать. Почему? Все должно потому что на чем-то стоять. А летать же он лучше, а без воздушного пространства никак существует. Тогда ничего не может существовать. Не может быть без воздушного пространства, потому что все должно на какой-то подставке стоять. И вот эта древняя интуиция у тебя вот до сих пор. Если бы я говорил про основание в виде какого-то сущего, тогда да, можно было бы поспорить. Но основание в виде бедя, оно ничего не добавляет. Оно же ничего не добавляет. Это причинное же основание. Основание или причина это просто подход, что что А надо объяснять каким-то Б. Каждый раз. И так можно бесконечно уходить. Вот А, Б, так и так далее. А почему нельзя просто увидеть и все? Хорошо, а от бытия куда ты бесконечно пойдешь туда? В том-то и дело, что это является последним основанием, потому что здесь нельзя ничего дописать. А знаешь, почему оно является последним основанием, потому что оно не дано? И может туда запихать уже все, что хочешь. Сущее дано, и поэтому можно бесконечно углубляться в сущие. А бы тебе не дано, и как неданное, оно становится последним. Ну ты его тогда ставишь на один тот же уровень, то есть бытие, которое не дано, ты ставишь на один тот же уровень. Да, ты вообще это не различаешь, получается. Сущие, которое не дано. Не, не ставишь, почему? Ну как, ну вот одно дано, другое не дано. Ты вообще как бы их в одних и технических категориях рассуждаешь. Ну вот смотри, давайте по-другому. Вот это вот была такая картинка, а вот другая такая. Хорошо. Вот есть то, что как бы мы чувствуем, нам дано, да. А есть, я на него направлен, там, это восприятие. Каким образом остановить бесконечную цепочку восприятия, да, если можно вот двигаться в горизонтальном направлении, от одного воспринимаемого объекта к другому, да, там просто объясняя, одно через другое. Да, можно просто взять и как бы от восприятия перейти к другой способности мышления. И все. И тем самым решить весь вопрос в движении. То есть на самом деле движением всякого рода бесконечной цепочки каким образом обрывается? Тем способом, что переходит просто в другую плоскость, и все. Но вот этот переход, это же лукавство на самом деле. Это же ничем. На самом деле, это все равно, что как бы условно говоря, вот будем говорить, допустим, стол где можно сделать, из дерева, да, там можно сделать, там, и железо можно сделать, из многих материалов. А стол можно из мысли сделать. И все, и этот вопрос решился сразу, что ли? Ну, не понимаю, о чем ты говоришь. Но я говорю, что вот этот вот регресс, который везде возникает, вот, например, есть некая однородная среда. Любая однородная среда. Либо среда мышления, либо среда восприятия, это чувственная среда, любая. В этой чувственной среде и возникают все эти бесконечные отсылки. Почему? Потому что она однородная. И мы можем бесконечно двигаться. Однородность всякий раз прорывается тем способом, что просто в другую сферу уходит, и тогда возникает этот разрыв. Вот этот разрыв, он и фиксирует как бы разрыв в цепочках бесконечных. Но здесь вот восприятие, а здесь мышление. Когда мы говорим о бытии, точно так же есть разрыв. Между тем, что есть сущие, раз, резкий переход, скачок, разрыв, и возникает бытие. А если говорить в терминах мышления, потому что бытие мыслится. Допустим, как Гегель говорит, бытие есть мысль, она мыслится. И тогда получается, опять же, здесь, в смысле мысли у него возникает движение. У него вся система состоит в том, что от бытия начинает как мысли, и потом движется к абсолютной идее. И точно так же там невозможно остановиться на бытии, потому что мысль порождает мысль, некая бесконечная отсылка идет. Понятно, о чем я говорю? Вот, смотрите, давайте так, уйдем как бы от классических философий. Вот есть постклассические философии, там какой-нибудь Беллиус. Вот у них есть такие вот планшеты, вот такие, условно говоря, есть пространства такие там. Да, вообще не пишут. Да, уже совсем не пишут. Надо купить было новое. Оп, пишут. Смотрите, вот есть такие как бы вот различные, они просто даже, они даже непонятно, как связаны. Просто такие какие-то разные, совершенно разные пространства. И вот внутри вот этих пространств можно бесконечно двигаться, можно вот здесь бесконечно двигаться, и можно здесь бесконечно двигаться. А как они связаны? Да никак. И если мы берем вот здесь что-то, берем вот здесь что-то, вот всю эту цепочку, всю бесконечную, раз сюда вот, редуцируем, и получается, что вроде как решилась проблема вот этого бесконечного движения. Так же и здесь. Редуцируем сюда. Только я говорю, что вот эта вот редукция, да, вот взяли какое-то одно там пространство, назвали его, допустим, мышление. И все остальные пространства, пространство восприятия, пространство представления, возникающие внутри этого пространства какие-то проблемы связаны с редукцией, мы просто все редуцируем к мышлению. Хорошо, теперь мышление и бесконечное движение, куда ты будешь редуцировать? Я не согласен с тем, что бытие – это идея, и она лежит в мышлении. Еще раз говорим, а хорошо, вот возникло новое… Точно так же и предмет восприятия – это предмет. Переживание, да, называется. Вот теперь мы все редуцируем к переживанию. Почему? В ИИ есть вот здесь. Даже у Канта было какое-то там категориальное созерцание. Понимаешь, что, Саня, тут проблема в понимании состоит. Мне не нравится вот эти планшеты. Что такое понимание? Это важный методологический разговор. Вот, допустим, есть А, который нужно понять. Что это означает? Это значит, свести его к чему-то, к какому-то… А штрих, которое понятно. Понятно. Понимаешь? То есть… А, хорошо, можно я как бы поислю по поводу бытия? А ты бытие говоришь, что-то ничего не становится. Хорошо, хорошо. Вот представь себе, есть, допустим, идея кентавра, любимая у этих философов пример. Вот кентавра есть идея. Можно к нему добавить идею бытия. У нас есть мысль о бытии. Добавить к нему идею бытия, может, при этом не стоит существовать. Вот ты добавил идею бытия, а он в существующем. Ты не стал. У тебя просто появилась идея существующего кентавра. А вот у меня есть идея стула, я добавил идею бытия, и стоит, и подзял стул, и стоит. Нет. Нет. Нет, в том-то и дело. Как? То есть у тебя есть идея стула, и есть идея… Тут это у меня было… Это как с шиллингами у этого вауканта, понимаешь? У меня есть идея… Хорошо, но… У меня есть идея бытия, а в карманах не бринчат. Хорошо, а Гигель? Ты как ему возражал-то? Вот что возражение? Гигель-то состоит. Чем? Ну, чтобы взял, берет человека, где-то конструирует этот стул, и он стоит. Что идея не так происходит, что идея просто из головы выскакивает, и это… и сразу становится существующей. А что надо приложить какие-то усилия и осуществить… Ну, идея бытия… Чтобы деньги… Чтобы точно так же с деньгами. Деньги как появляется? Надо просто взять руки, приложить, потрудиться и получается… Ну, не приложением идеи, но идеи… Идеи? Нет. Ну, вот у тебя тут идея бытия приложила. Вот идеи бытия вообще нифига нет. Там это и дело, что бытие обеспечивается чем-то другим, а не идеи бытия. Ну, короче… Нет, ты говорил не про идею бытия, а вот идея с идеей стула. Я приложил какие-то усилия. Я понимаю. Вот так что отличает идею стула от реально существующего стула? Их отличает друг от друга бытие. Причем бытие не в смысле идеи и мышления, а в смысле реального существования. Значит, реальное существование, оно не принадлежит целиком и полностью пространству мышления. Вот о чем я говорю. Оно не есть вот в этом планшете мышления и только там. Это не так. Потому что мы, допустим, воспринимаем иллюзию, воспринимаем что-то там. Мы не всегда можем знать, что мы там реально воспринимаем, где иллюзия, а где что реальность, но мы на основании этого бытия как-то различаем эти вещи. У нас, в принципе, есть такое различие. То, что у нас есть различие иллюзии и реальности, не за счет мышления, а в самом восприятии оно лежит. Оно лежит в самом восприятии. не знаю, нет? Да все понятно, просто из того, что ты каждый раз будешь приставку быть говорить, будешь говорить что-то о том, что оно есть, а что изменится от этого? Что изменяется? Я не понимаю. А с чего ты взял, чтобы мой хозяйств приставки есть? Ну вообще, что-то должно измениться? Вообще, вот если ты заметишь, что всякое понимание, оно вообще обходится без всяких отсылок к быть. Вся наука занимается, и как-то быть ей все равно, есть там, говорит, или не есть. Она этим не занимается вообще. И тем не менее, она продвигается и что-то пытается понять. Если мы находимся в сфере сущих, мы должны как бы двигаться от сущего к сущему. Или, по крайней мере, даже неправильно я говорю, от сущего к сущему. Это неправильно. От смысла к смыслу должны двигаться. Мы должны двигаться однородно. Если мы берем, устанавливаем некий разрыв и его перепрыгиваем, и считаем, что так, что все нормально, то мы тем самым нарушаем логику. Подожди. Я согласен с тобой, но, по-моему, сам ты не так давно говорил, что мир — это как бы какой-то там многослойный пирог, где вот эти все пространства наложены друг на друга, где нельзя двигаться в одном. И совершенно слово «бытие» — пустое слово, оно ничего не означает. Не, ну я-то как раз вижу это как? Что вот есть, так сказать, пространство определенностей, допустим, пространство смыслов, значений, да? Пространство вещей, можно сказать, у которых есть разные там свойства и так далее и тому подобное. А есть, как бы, вот эта подложка, да, вот это основание в виде бытия. И вот этот вот, вот это и есть лавеный пирог, вот они, так сказать, сложены. Ну я говорю же, слово «подложка». Ну вот мы скатываемся постоянно от неких, как бы… А экраны вот эти все? Нет, неких метафизики. Нет, это все метафоры как раз. А ты все хочешь спустить в простой, стандартной метафизике, что что-то одно есть, и вот другого нет. Все на элементарном уровне, причем все это держится просто… Все эти различия, они как бы очевидны. Что ж тут можно еще сказать? Вот философия существует сколько там уже, много тысяч лет. И ничего кроме того, что ты сказал… Ну хорошо, но тогда… Либо его угрожаемо, либо есть… Еще сказать… Тогда я могу сказать по-другому. Да, если ты считаешь, что… С чем я не согласен, что вот разговоры о бытии – это разговоры, как бы, о чем-то таком отвлеченном. И там мы сразу прыгаем куда-то, где ничего нельзя сказать. Вот, тогда я могу сказать следующее. Получше, есть способность и сознание нет. Это просто слово пустое. Оно принадлежит этой сфере как бы потустороннего – бытия, там… Оно не есть суть. Валю может быть… Валю может быть. Валю может быть. Я только это и хочу тебе сказать. Валю может быть. Валю может быть, что сущие – вредуп сущие. Валю может быть… Что никакого сознания нет, что нет такого феномена как сознание. Точно также, как пространство, которое между вещами, которое вместилище вещей – Не есть вещь сама по себе. Вот в таком же духе. Понимаешь? пространство в которое вмещаются вещи она не есть вещь что нельзя его как бы на него указать можно вот но они указываешь на вещи ты указываешь на какие-то точки места пространства куда может на потенциальные как бы вещь вещи понимаешь которые могут встать в это место а покажи мне просто укажи на пространство вообще сетку какую-то нарисовать ну вот так обычно делать памяти сехода меняóp них указать как знаете понимать убир 안에 прямо липция указать это значит это это сделать так что другу поймала что что было yeux это пробычи еды любили понимая понимаете 그게 ему подъ HOL夠 я 1 вещей это проекта услышать по�ye понимают огноräстев отришет л다면 при этом прострад футу mismo нельзя сказать в одном вашем роде что닝 напрягут с переправы стройки большого холодного учебу которые Сначала говорили, что она трюкмерная, там, Евклидова, там, это там, целую геометрию построили, потом придумали многие другие способы геометрии, и это неправда. Про пространство много что можно было сказать. Пространство является в этом отношении неким сущим, про него много что можно сказать. А про бытие что можно сказать? Хорошо. Соотнесенность. Разве это не онтологическая структура? Это онтологическая структура. Вот есть структура соотнесенности, а есть структура точки. Вот различные структуры. Когда мы указываем, что в данном конкретном случае есть одна структура, а не другая, мы осуществили познание. вот и вот мы и познали мы сказали что вот не эта структура здесь множество структур здесь реализовалась такая пространство соотнесенности это тоже структура определенная отличающиеся допустим от пространства объектов опять же вопроса пока не с не сознанием связано с мирологией я вот так считаю просто можно обсуждать про сетки ты начал говорить а вот есть не нечто что надо понять какой феномен что так его может понять вот можно построить такую простую сетку пусть это на 4 ключевых каких-то слов и свести вот этот феномен четырем этим словам но написать это в виде знаний это первое первое вида знания второе знание что можно сделать что можно сделать здесь здесь же ничего нельзя сделать кроме как эту сетку просто усилий сделать различий больше схватывающим и то же самое феномен свести просто больше больше разрешающий способность то есть все-таки больше решать способность ничего здесь вот что еще можно сделать от того что а ты пытаешься у тебя есть слово бытие одно просто . и ты пытаешься феномен понять вести но тот не неправильно неправильно бытие и сущее не подали ты слышу только что что я говорил что есть различные антологические структуры их много разных них немного но тем не менее различные есть есть там наличные быть и есть там бытие присутствие есть там не знаю бытие подручного все это разные вещи есть структуру от это соотнесенности есть структура там какой-то нет одинокой точки вот уже как бы это не . по крайней мере пусть у меня там может быть мало да не . здесь здесь не мог . не может быть может быть только двоица минуту минимальная схема это было бытие и сущее вот я сужу пути тоже бывает разное ранее может разное все понятно вот как бы элементарно как бы быть и сущего так они вешал ели там и для пример субъекта я здесь опять решетка такая здесь тоже решетка здесь внутри бытие это я понимаю может быть здесь и шутка там треугольник там еще что все понятно просто сам сам факт состоит то что понимание если попытку буду увеличить разрешающую способность сетки не важно того что ты прицепляешься к слову бытие я говорю ничего не меняется но можно здесь я предлагаю не использовать решетки которые вот относятся к этому здесь а придумать другие здесь решетки вот и все я придумаю здесь придумать другие решетки просто ты объясняю как бы саму методологию методологии состоит в том чтобы именно придумать эти решетки поэтому когда ты пытаешься вести в тисус слову бытие сознание бытие пространство бытие так далее вы только просто что делали просто вот многообразный вот здесь предположим что это феномен имеет там тот такой большой все понятно он имеет многообразные различий многообразные различий и мы все эти различия просто редукцируем там к чему-то там одному не ну хорошо вот добрался хайликер занимался у него здесь был человек то если бы он занимался им с точки зрения этого он бы за ним использовал категорию если он занимался с точки зрения бытие он использовал эксенциала вот тебе и ответ я и говорю что когда вы занимались сознание вот мы не можем подойти к сознанию как бы с категориального пара как мы подходим к случаями различие между дисциплины категориями это элементарно различие имеешь этот сыр что различие субъекты и понимаешь вот и все только как ты правильно говоришь здесь просто у субъекта маленький еще это был данное объекта маленькой решетку вот и все это различие все равно также субъекты то что субъект отличается от века никто никогда людей не спросив через кяжу у и сознание это что человек это является вещь чтобы тебе 10ктор тебя скажет что человек не вещь и все не это понимали наряд ту мне кажется это не различие между субъектом объекта между бытьи и ну вот видишь вот в этом состоит на проблеме помимо проблемы терминологически я говорю что был быть совершенно неважно такие слова используют важных различ사가 нему чем различия статью 순nisы даже что это бытие и скажешь это обе это совершенно не какие слова, какие значки здесь ставят. Хорошо, структура соотнесенности это не решетка, относящаяся к субъекту. Это способ бытия мира. Способ бытия мира вообще даже не наш. Ты говоришь какие-то слова. Для того, чтобы что-то говорить, прежде того, чтобы что-то сказать, сначала понять, а понять это различить. Понять это не значит слова произнести какие-то потом. Сначала мы устанавливаем различие какое-то, а потом его уже высказываем в словах. Вот еще раз. Есть различие между точкой и вектором. Вот это различие. И есть различие между пространством несоотнесенности, пространством точек, пространством объектов и пространством актов. Вот это различие. Сколько пространств тогда? Пространств много? Ну вот два я знаю. Ну и как теперь будет сознание? Вот сознание явно пространство актов. И все. А объекты туда не входят? Объекты входят туда как Как окончание этих коров? Ты вот пойми, на самом деле, это все здорово, что ты говоришь, но если так посмотреть, как это выглядит, это будет выглядеть следующим образом, что сознание постоянно вот тут будет как-то вот, сознание, может, как-то писали, да, оно будет постоянно между. Понимаешь, чем-то такие, как бы между. Ну, что-то, как бы, вот так вот оно будет. Я же говорю, туда входит и субъект, я-то. Да и может туда входить субъект, я-то. Ну, потому что в этом состоит проблематика, которую я пытаюсь высказать. Откуда мы знаем о сознании? Вот, а ты же входит. А откуда мы узнали-то? Ну, а откуда мы узнали о бытии? Конечно, мы точно так же о нем не знаем, как и о сознании. Я же говорю, оно не является объектом. Бытие мы мысли. Я же тебе сказал, откуда мы узнали? Мы его мысли. Ну, и это пространство мы мысли. Ну, а каким образом? То есть, получается, что мы направили интенсию в виде мышления, направили на сознание, куда направили его? Куда его направили? А вы говорите, а как это, куда мы направили тогда свою интенсию, если мы мысли о бытии? Ну, куда вот мы его направили? Ну, точно так же, та же самая проблема. Я же не знал, как отрицание, Допустим, как отрицание или как переживание. Хорошо, хорошо. Есть сущность, есть потустороненность, есть переживание по поводу существующего. Как отрицание, пожалуйста, отрицаем не получится сознание, отрицаем конкретный акт. Это состоит в том, что сознание нельзя взять отрицательно. Отрицательно можно взять здесь. Вечь себе мы говорим, мы же вещи себе не можем знать, но отрицательно мы ее можем постигнуть. ну и есть не в этом же смысле отрицательно берется как вич себя? отрицательно, смотрите, все вот например трансцендентное. И оно для нас не доступно, потому что нам все доступно только иммунитно, по определению. Но мы же о нем говорим, и мы его указываем. Оно доступно только как отрицательное. У нас вот все, что нам дано, мы можем просто взять всю совокупность, дано, отрицать и говорить о том, что в отрицании этого существует что-то потустороннее. Но бытие не дано как трансцендентное. То есть так же, как и сознание здесь не мляется. Вот оно как трансцендентное. Именно в том смысле, что оно как бы трансцендирует существо. Есть сущность, мы трансцендируемые, мы говорим, что кроме существа есть еще что-то вещь, что можно охарактеризовать таким словом бытия. Мы нечто понимаем. Мы существование и говорим, что оно не свойственно. Но в некотором отношении оно как бы и является как бы сущностью. Оно ни дано нам ни в каком восприятии. Нет, оно дано восприятие. Но о существовании, кроме того, что существование, ничего нельзя сказать. Там нет никакой определенности. Но восприятие... Да, фишка в том состоит, что вы просто, если мы будем говорить так, как вы пытаетесь говорить, мы будем заниматься поэзией, а не философией. Может, как угодно горы строить философских текстов. Это не классический контраргумент. Просто в чем состоит понимание? Понимание не состоит, что в установлении различий. В этом состоит понимание. И надо эту сетку наращивать. Это различие все больше и больше углубляться в эти различия, устанавливать, устанавливать их и устанавливать. А если мы эти все различия установим... Чисто методологически отвлеченный вопрос. А всегда ли возможно наращивать сетку? Не всегда. У нас пространство и время. Вот они различаются. Мы даже иногда в качестве такой сетки... Да, не всегда. Что тут еще между ними можно? Как можно уточнить эту сетку? Как можно более... Я же говорю, конечно же, не всегда. Не всегда есть нечто, что в принципе нам вообще никогда не будет доступным. Мы будем сколько угодно можем о нем говорить, а углубиться не сможем больше. В этом состоит проблема, собственно, философии, в отличие от науки. В науке можно углубиться, микроскоп построить, еще какие-то опыты поставить. В философии ничего такого сделать нельзя. Никакого микроскопа построить нельзя, и опыта никакого не поставим. Поэтому мы ничего не можем сделать, кроме того, чтобы... Заметь, что различие пространства и времени, и бытия и существует, это же параллельное различие. Это просто как бы одно и то же различие, если как следует покопаться. Мы можем тут сейчас заниматься, но можем и не заниматься. И там, и там ситуация, что глубже не пойти. Ну, понимаешь, на самом деле, есть некие предельные различия, куда глубже не пойти. Ну, куда мы как бы осознали это, и им теми не занимаемся. Но мы уже вот сознанием пытаемся копаться. Мы тут переставляем фишки, туда-сюда их комбинируем, то сюда прилепим, то сюда прилепим. Пытаемся это вот, это комбинирование, это и есть, на самом деле, способ, каким мы можем понимать. У нас кроме комбинирования и варьирования вообще ничего нет. Вот у нас есть понятие действия, да? Вот есть как бы, допустим, мы берем субъекта как нечто там, ну, как это, как вот, берем нечто как субъект, а потом мы это же нечто берем как действие. И вот варьируем его. Либо действие, либо субъект. Не, ну, понятно. У нас есть вариант. На самом деле, как бы, в чем я с тобой согласен? Что, если мы понимаем сознание, как будто вместили еще пространство актов, там, пусть это будет антологическая структура или как угодно, вот. Краеугольным вопросом остается, а как возникает я? Как возникает я? Если вот, ну, представить себе, что есть такое всеобъемлющее какое-то пространство, в котором заврачиваются акты, а как там я-то организуется? Это же совершенно непонятно. В этом плане твой вопрос совершенно правобийный. Не, ну, я, во-первых, мой вопрос, если ты заметил, он вообще сходится к тому, как различать. Вот, вот, есть некие, как бы, попытки что-то различить. Вот, допустим, вот, попытка, вот, была отличить сознание от всех других способностей, тем способом, что у других способностей есть предмет специфический, у каждой своей. Область своя, да, это, как бы, деятельности. А у сознания не было такой области деятельности. Ну, тогда возникает проблема, связанная с тем, что является сознанием. Просто вместительным пассивным или все-таки активностью? Ну, если их соединять, активность и пассивность, тогда надо, на самом деле, пытаться все-таки это объяснить, что это значит, как бы, а что, одновременно вмещает себя и одновременно еще куда-то направляет. Иначе, говорю, постоянно надо вот работать аккуратно. Нельзя так вот, я, на самом деле, это как бы, нельзя так вот просто говорить, что сознание не является, является пространством, но активным. Ну, и что это дает? Как это, активное пространство, это что такое? может я это пытался понять и способом что она вот такая вот как бы интенсивность интенсивно то есть здесь больше сознание здесь как бы меньше сознание ну как вот так вот потом суда перейду как-то так как море волнуется ты сильно всегда какая как многообразие так у меня ну просто нет но переливались и как бы я сумму эту свою людьми она это уже утомил я не к тому что это так а просто пример привести там с той сезона допустим там есть этот как мы обсуждали сегодня квантовый вакуум который как бы на самом деле не пустой и не пассивный он может порождать из себя частица так далее вот он как бы порождай так как такой как бы активного вот это пространство сознания может быть таким активным вакуум который порождает из себя акты вот акты как бы порождаются из сознания, вот раз возникли, раз как бы исчез, так сказать, вот, ну как там организуется я совершенно непонятно. Вот, это вот, я тычок хотел сказать, я как бы сейчас склоняюсь к тому, что может быть я это фиктивный, как бы в этом случае, но с другой стороны мы-то знаем себя, вот. Вот, смотри, я сейчас склоняюсь к тому, что вот есть такое многообразие, и это многообразие есть способ, каким образом все различается, вот все, что существует, условно говоря, как-то вот на него как-то там воздействует, и воздействие, я веду то, что существует, это не только объекты, это и действие, то есть, понимаешь, как бы сознание, оно изначально находится в мета-позиции, в мета-позиции изначально, и поэтому здесь как бы вот в поле сознания попадает одновременно и то, на что как бы направлены действия, и сами эти действия, сами, и вот они как-то вот в поле в этом сознании, из-за того, что сознание, она переливающаяся такая среда, вот они как бы вот на нем существуют, как на сетчатке глаза, вот тут есть можно выразить такая, как сетчатка глаза, понимаешь? Я просто как бы к языку не передаться хотел, а вот акцентировать внимание, что мы можем ведь по-разному говорить, вот, и не замечаем этого, мы говорим, сознание находится в мета-позиции, и тут уже понимаем, что сознание есть некая сущая, которая где-то там в какую-то позицию занимается, вот, либо можем сказать, что сознание и есть мета-позиция, сознание есть мета-позиция, то есть, и это уже другой совершенно, допустим, разговор, то есть, может ли, допустим, сознание, если оно в мета-позиции, то оно могло бы занимать какую-то другую позицию, оно отличимо от этой мета-позиции, оно имеет какую-то собственную содержательность, помимо того, что это мета-позиция, вот, что мы говорим, когда говорим, что сознание находится в мета-позиции, Вот есть сознание, про которое можно сказать что-то само по себе. Сознание есть то-то, то-то, и ко всему прочему оно еще находится в метапозиции. Если сознание исчерпывается тем, что оно и есть метапозиция, тогда как бы надо говорить по-другому. Вот что нам нужно еще вычитывать. Это, наверное, тоже интересное замечание. Просто я так чему здесь, как я сказал? Но даже если понимать, то вот это все равно пассивное понимание. Я не могу сюда присоединить. Ну, я говорю, могу, может быть, оно как-то переливается, здесь как-то усиливается оно интенсивно. Потом интенсивность переходит в разные места. Но все равно это как-то... Понимаешь, в чем тут? Все равно это воспринимающая структура. Воспринимающая. Воспринимающая. Ни в коем смысле оно как-то обратно ничего не делает. Никакого отдачи-то нет. Ну да, ну видишь, когда я говорил про этот квантовый вакуум, да, вот, имелось в виду, что на самом деле не откуда-то оттуда уже существующие какие-то идеи, акты, предметы приходят сюда и здесь отражаются. А что наоборот, они отсюда, слежка в ту сторону направлены, они отсюда как бы порождаются. Отсюда идут. Там ничего нет самого по себе, которое бы как бы пришло сюда и здесь отразилось. Ну это такой... То есть можешь как бы творящее сознание придумать? У него что-то сознание не творящая структура. Это было бы творящая структура, если бы сознание... Но, иногда оно было активно, понимаешь, по сути. Да, да. Вот в этом состоит проблема, что если бы сознание было бы творящей структуры, вообще никаких проблем бы не было. Мы бы набрали спиртки обратно и все. Оно творит как бы и тем самым происходит все. Порождает. Да, порождает. Но оно не порождает, оно воспринимает. А поскольку оно воспринимает и поскольку оно пространство, то его активность, даже если эта активность присутствует внутри этого многообразия он как-то там переливается, да, как будто лист железный, он играет, он так же играет, там тут интенсивный, там интенсивный напряжение. Внутри это многообразие, здесь как-то различные напряжения, в этих углах напряжений интенсивность повышается в сознании. Тем не менее, все равно оно именно воспринимающее. И в этом смысле всех этих актов оно является только пассивным. Если оно является только пассивным, это нам мешает как-то или не мешает? Вот, надо понять. Просто, если оно является только таким многообразием, тогда просто нельзя говорить, что в сознании есть какие-то действия. Что в сознании, то нельзя такие вещи говорить, как, я не знаю, что в сознании есть действия. Лучше нельзя говорить. Но главное, что будь оно пассивным или будь оно творящим, там все равно вопрос возникновения я, он остается открытым. Но вот есть творящий сознание. Как я-то получил. В чем-то плюс состоит из этого ситуации, чтобы как раз на долю я, я как начинался, можно как раз эту активность оставить. Что сознание, это вот такая сетчатка глаза, понимаешь, она только воспринимающая, хотя она и интенсивная, сетчатка глаза тоже в каких-то одних местах. Вреждённо, это может быть. Нет, да, повреждённо, может быть, на одних местах, там есть какое-то пятно слепое, а в другие места, в одних более интенсивно, в других менее интенсивно. Если сознание устроено, как такая воспринимающая сетчатка, ну, это условная, конечно, метафора, тогда можно говорить о том, что такое я. А вот я как раз, это обратная структура, понимаешь, которая как бы сквозь эту сетчатку, ну, вот тут она как бы где-то находится, да, это я. Глубинная, метафизическая. Оно как бы видит сквозь него, идет в обратную сторону. Не слишком, это получается, как сказать, биологически. Ну, да. Ну, вот я, понимаешь, вот сетчатка, а вот мир. Это отражение? Теория отражения, да, такая. Ну, да, получается именно так, да. Мне просто кажется, что вот сетка, как бы, сетчатка, да, планшет, экран, они все приведут к такому, к такой картинке и к такого рода. Это проблема, на самом деле, нашей методологии. Почему постоянно любая теория, если она говорит о сознании, как о чем-то не создающем, а о чем-то только различающем, почему она всегда будет, вот при этой теории отражения скатываться? Это неизбежно. Это просто методология такова. Если оно не созидает, значит, надо будет, во-первых, с одной стороны будет то, откуда берется, да, различие, а с другой стороны будет то, так сказать, кто является, собственно, активным. Ну, регулятор. Ну, кто активный имелется? Вот потому что она настолько воспринимает, а кто активен? Кто тоже должен быть активным? Ну, есть, как бы, на самом деле, еще другой крайний вариант, как сказать, крайний случай, что, допустим, забыли про это Я, есть вот это вот сознание, как вместилище всего, всяких там и актов, и объектов, мыслей и так далее. И они, эти все объекты активны. Представь себе, что это вот народ, народец такой, каждый из них активен, что-то там стремится, понимаешь, один направлен на другого, другой на третий, вот если активность на их долю переместить, не, ну, активность можно сюда переместить, вот сюда. Ну, если там что-то есть, я-то, я-то считаю, что нет никаких стрелочек, что вот они там лежат, как бы, все, и внутри, нет ни там, нет ни этого, нет. Как мы раньше различали двух субъектов. Мы говорили, что активность лежит в субъекте актов, вот здесь вот. Ну, то субъект актов, вот игру, он у меня вот здесь вот. У меня стрелочка вот здесь. Субъект актов, во-первых, он не да, но, как бы, примыслился. Вот активность идет со стороны него. А это просто в сознании присутствует. То есть что, что есть в сознании, феноменологическом, это только вот это. Конечно, понятно, что это вот здесь вот просто есть стрелочки. Ну, в сознании же есть и примысленный субъект. Правильно? Примысленный. Есть, есть, да. Так что вот такой примысленный, но он тоже есть. Вот. А теперь дадим им эту активность, дадим им волю всем вот этим вмещающимся в сознании. Они начнут, как муравьи. Вот, что-то такое делать, и начнется жизнь. Только я, опять же, непонятно, где здесь будет. Я не ясно, где. Зато очень много живых, понимаешь, там. Нет, ну я-то, понятно, мы же не боремся за то, чтобы я обязательно было. Просто, как бы... Вот это будет магический мир. Магический вопрос. Где вот есть общее, все общее сознание, внутри, как бы, куча, там, разных субъектов, объектов, вот, отношений, актов и так далее. И вот они все, так сказать, что-то пытаются, и как-то это пространство изгибает. Еще раз говорю вопрос. Все вот эти схемы, почему они рисуются? Почему надо именно схемы рисовать? Потому что на схеме сразу дано различие. Вот, да, вот мы тут можем не проговаривать, можем очень долго говорить о том, как это различить, а можем просто нарисовать, и как бы ясно, что это различие. Что-то. Можно пытаться как-то различие как-то понимать. То есть схема позволяет, вот, все такие рисунки, позволяет именно различие возвести в некую, как бы, вот, помимо языка существующую данность. То есть можно различие указывать вне языковым способом. Вот, чем хорошая схема. А пространственным способом. Что, вы поступили? Да нет, не поступили просто. Я-то хотел, я-то чему, вся эта тема была, тема это была на следующем. У меня вот подумалось, на самом деле, почему мы знаем о сознании. Потому что, моего мысли, потому что есть, потому что способность мышления, все-таки, видимо, придется разбираться теперь со способностями, и способность мышления тоже как-то придется выделять. Я же как бы в одну кучу, так мы же как бы в одну кучу, так все загнали, все способности просто там, восприятие мышления в одну кучу. А теперь придется, кажется, способность, видимо, разбираться с ним. Потому что единственный способ, каким сознанием может быть дано, это через мышление. То есть мы, как бытие твоим, да? Бытие никак не дано. Как оно дано? Никак. Но оно мыслится. Еще и мышление позволяет нам удерживать такую вроде понятную, это же вещь понятная, там, черт, не то, что не станет сколько-то это. Ну, легко высказать, указать. А как оно удерживается? Только мышление. Не будет мышления, и все это схлопнется. Вот кот сидит, и ему уже это недоступно. То есть на самом деле получается, что мышление это не такая вещь, как это рядовая, да? Чтобы так вот откинуть. Придется разбираться, каким образом мышление соотносится с сознанием. Хотя они различаются, но они различаются не в одну сторону, а в взаимодополняющей способности. Мы благодаря сознанию все различаем, а благодаря мышлению мы различаем, как бы вот сознание... Значит, говорит, сознание различает рядоположные вещи, да, то, что дано сразу, как в пространстве, да, одновременно. Я различает, видимо, вещи, которые даны во времени через переживания, а мышление различает то, что как бы вот не дано, связывает какие-то вещи, которые вообще никак не даны, которые непонятно как связаны. И связаны ли вообще. Вот есть некая конструктивная способность связанная, да, мышление. И только благодаря этой конструктивной способности мышления мы вообще у нас есть такое знание, как сознание-сознание. Потому что сознание само себе данного быть не может. Но в то же время, если как бы понимать сознание как пространство соотнесенности, то любая связь, есть соотнесенность, и она может быть только потому, что есть сознание. И там как бы помещается. Сознание является условием любого различия, любой данности, условием. Но это не значит, что само оно, само себе дано. Вы просто, фактически, я ставлю вопрос о том, если мы понимаем сознание как пространство, то оно не может само себе данным быть, да, да, самосознание тогда не может быть. Оно само себе не дано. Может быть, сознание субъекта может быть. Может быть, сознание мышления. Но не может быть сознание сознания. Такого быть не может. Почему? Потому что сознание – пространство. Пространство нельзя внутрь, пространство его же вложить. Ну, надо было бы, чтобы там было различие между этим пространством и ничто. Да. А ничто, ну правильно, но сознание может различать только то, что одновременно дано, понимаешь как-то. А чтобы эта данность была, должно было быть мышление, которое различилось. Это сверхсознание, оно включает в себе ничто. Ну и мы так уйдем до бесконечности. Мы вкладывать, вкладывать и бум. Нет, просто вопрос состоит в том, что именно мышление есть та позиция, которая позволяет различить, отличить сознание. От чего-то другого, даже и в том числе и от себя. От чего, кстати? От способности, от чего? Нет, вот смотри, смотри, есть два способа различить. Оба, рядоположенно что-нибудь нарисовали. Оба, они рисуют. Да, они уже не рисуют. Раз и два. Вот это различие, это различие сознания. Когда одно и второе, оба даны и оба различены. И собственно, как бы можно увеличивать количество, как бы разрешающиеся способны сетки, там идут и увеличивают. И главное, что позиция, с которой различают, она как бы со стороны. Да. Да. А здесь сейчас как бы хочешь сказать про отличие от себя. Вот, когда позиция вот здесь и мы отличаем себя от чего-то. Да? Второй вариант. Нет, второй вариант. Одно дано, а другое не дано. Вот и все. То есть как бы оно по ту сторону. Оно как бы вот принесли. Оно не дано. Как бытие. Вот дано вот это сознание, а это мышление. А я еще что хотел сказать. Это первый вариант. Это различие видно вот отсюда. Ты любишь нарисовать. Отсюда. Со стороны. Первый. А есть вот один А вариант. Когда. Вот так вот я даже нарисовал. Когда различие исходит отсюда. Это отличает себя от этого. Не отсюда откуда-то что-то различено. А это отличило себя от этого. Может такое быть? Может и не может быть. Сознание отличило себя от чего-то другого что-ли? Да. Волевым актом. Ну не знаю. Нет. Мышление могло себя отличить от сознания. Как способно. Еще и на самом. Какая господа возможность отчинились? Вторая. А почему не знаю, человек написал один А. Ну не знаю. Пожалел конструкцию. Просто не хотел как бы третьим. Тут вот это вот должно быть отдельно. Да. Мертвое. В общем. Да. Тоска не будет видно. Да. Все уже. Можно. Да. Смотри. Есть еще вот такая. Я что-то об этом не подумал. Когда сознание. Когда часть сознания. Различает сознание само собой. Внутри сознания. Да. Внутри сознания. Как счастье от счастья. Ну вот. Так может быть как бы внутри сознания существуют способности. Одна способность отличается от другой. Нет. Как счастье от счастья. Ну вот. Вот. Если она интенсивная среда. То сознание может различаться как одна часть от другой. То есть у нас условно говоря вот есть как бы внимание. Это интенсивная область. А все остальное в периферии. Как. Как. Центр и периферия. То есть вот смотри. Вот. Вот я вам хочу. Как бы это интересно стать различим. Можно ли внутри. Находясь некой внутри. Чего-либо. Различиться. Понять что ты находишься внутри чего-либо. Только потому. Что у тебя есть счастье. И ты понимаешь что раз она счастье. То и все другое тоже есть. Вообще так обычно как бы. Всякие там метафизики восходят. Вот как бы. Есть одна вещь. Вторая значит. Что-то нельзя использовать. Что-то мышление нельзя использовать. Может ли сознание. А понимать. Ну как-то я не знаю как это тогда же понимать. А различать внутри себя. И само себя. Может ли сам вот. Узная часть себя. Понимать что оно на самом деле. Что. Оно целое. Что оно как бы есть целое. Да некое. Вот сознание схватывает себя не тем способом. Что оно схватывает себя как целое. А оно схватывает себя в виде того. Что оно схватывает как вот. Часть. Хорошо. А если представить себе так. Что вот эти части. Это способность. Есть вот действительно доминирующая часть. Такое мышление. Вот. Регион. Такое в сознании. Мышление. И он. Отличает себя от остальных способностей. И он же способен. Как бы. Отличая себя от остальных способностей. От восприятия. От переживания. Понять что и есть сознание. Что является частью сознания. Нет. Я еще. Интересно. Еще заметить. Что может быть слово сознание. Просто слово. Мы просто. Упорно. Пытаемся этому слову придать значение. Может быть еще такого и феномен такого не существует. Может существует очень много разрозненных феноменов. Помните мы говорили о том что есть. Какие то там. Как книга там. Симптомы. Есть много. Много симптомов. Есть 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 есть. И мы пытаемся эти симптомы все как бы. Свистеть к какому то одному феномену. Это в каком то смысле ведь тоже логика да. 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 Нет этого феномена. А есть просто многообразие и все. Тут вопрос всегда почему сводится. Вопрос сводится к тому что всякий раз нам приходится методологию менять. Просто иначе никак. Она приходится постоянно обсуждать. Есть этот феномен который стоит за многообразиями вот этими проявляющими усиления. Вот мы свели сейчас сознание к пространству. А ведь сознание просто и пространственность это один из феноменов. То есть один из симптомов. Вот есть пространственный симптом да там. Есть там это внимание. Причем. Есть. Я бы даже обратил внимание твое в каком смысле. Это к нашему разговору сейчас не относится. Но вообще методологически полезно. В каком смысле его нет. Да. Его может быть нет вообще вот этой болезни. А есть только как бы какие то проявления которые на самом деле отдельные болезни. Да. Вот насморк там еще. Да да да. А может быть может быть. Как мы обсуждали там следы. Вот эту современную философию. Может быть она была но ушла. Понимаешь. Допустим была инфекция какая то но ушла. А остались ее проявления. Может быть это след чего то. Ее нет но не в том смысле что ее не было никогда. Ее нет как причины. А ее нет сейчас. Когда она есть. Что? Была когда то прошла. Когда то была. Причем она всегда как бы. Даже оспа проходит а остинки остаются. Нет нет. Ну допустим. Причем она могла. Когда она могла быть. Следов могло еще не быть. Болезнь идет. Симптомов нет. Потом болезнь прошла. Симптомы выползли. Вот как бы эта ситуация там следа. Этого современного. Но не суть. Я понимаю. Да. Ну потому что даже вот. Даже отсутствие. Это по разному надо понимать. Это либо логическое отсутствие. Отсутствие вечности. Так сказать. Этой причины. Либо может быть это как бы. Если мы включили какую то историю. Время. Это отсутствие. Не одновременность. Этих. Симптомов. И причин. Не одновременность. Тут просто всегда. Когда мы вот. Мы восходим. От некого многообразия. Какому-то единственному. Над нами давляет. Вот эта классическая парадика. Да. Что все. Должно. Так или иначе. Каким-то единством сводиться. Тут две даже. Одно единство. А вторая причинность. Да. Нет. Причинность. Это просто один из способов сведения к единству. Не обязательно. Нет. Могло быть у каждой быть причина. Тоже потаенная какая-то. У каждого симптом. Но как бы. Но при этом все равно. То есть мы бы тут. Метафизику единства. Не использовали. Но причинность бы осталась. Ну. Вот. Ну. Почему я говорю про метафизику единства. Причинности. Потому что. Причинностью. Понимаете. Всяки раз. Волю. И либо воля. Раньше. Была воля. Там Бога. Допустим. Там понимался. Потом. Воля человека. Или вообще. Как бы. В каком-то смысле. В каком-то смысле. Каком-то смысле. Любая причина принимается. Как некая воля. Вообще. Откуда берется? Вообще. Понятие причины. Понятие причины берется из понятия воли. То есть. Есть некое как бы предыдущее состояние потенциальное. Да. Что такое вообще говоря? Мы говорим. Потенциальное состояние. Что это такое? Как бы. Есть воля. Да. Вот. Как потенциальная. А потом она реализуется. Вообще говоря. Все эти аналогии. потенциальность, актуальность, причинность, исследование причин и следствия, сведение многообразия к единству, все это взято на самом деле из того, как устроен человек. Мы спроектировали все наши... Надо подумать тут, потому что наверное, если мы об этом говорим, надо вспоминать какой-нибудь это, как обычно говорят, откуда возникла философия, начинают древнюю Грецию, всякое мифологическое мышление, там... Не-не-не, я не хотел бы сейчас это раздавать. Я хотел... Я просто хочу простую мысль провести, что почему вообще говоря мы везде... Что мы делаем? Мы везде наши субъективные способы мышления о самом себе, которые зафиксированы на языке, мы распространяем так же на все. На природу. Не везде, кстати. В науке-то не так. В том-то и дело, что если мы... В науке точно так же. По крайней мере, в некоторой. Всегда есть, как бы, это... Всегда есть некий объект... Ну хорошо, но пока есть трансформация какая-то. У нее есть свойства. Я просто хочу сказать, что исторически трансформация произошла, если, как бы, в каком-то мифологическом мышлении действительно причин... Мифологическое есть ни при чем вообще-то. Ну вот там была воля какая-то, дух какой-то, воля... Ну это же слова же, а суть осталась же. Суть. А остался какой-то объект, понимаешь? Объект. Какое-то одно сущее влияет на другое. То есть, является причиной другого. Не воля. Воля-то это несущее. Девушка не в словах. Это, не знаю, способность какая-то сущее. Смотри, вот смотри, вот как бы, что такое понимание? Вот как раз с мифологическим разговором это относится. Понимание связано с тем, что нам что-то понятно, и мы сводим то, что нам непонятно, к понятному. А что человеку понятно? А человеку было понятно, прежде всего, то, как он сам устроен, то, как устроен мир. Странно. Почему, допустим, вот скажем, ты упал, да? Я тебя толкну. Можно понять как? Что я, как сущее, как я, как человек, причина твоего падения. А можно понять, что моя воля, причина твоего падения. Ты чувствуешь разницу здесь? Причем моя воля, как причина твоего падения, это куда более... Потому что, по словам воли, ты понимаешь, что это конкретно. А я, по словам воли, не понимаю ничего, как причина следственного движения. Что есть некая потенциальность, которая была, а потом она реализовалась. Это и есть воля. Что такое, по-твоему, воля? Вот как вот можно по-другому объяснить волю? Вот расскажи, вот хорошо, у тебя есть воля. Это что такое? У тебя есть потенциальные возможности... Мне как-то не понятно, когда воля является причиной. Непонятно мне это. То есть, когда Бог... Когда мир сотворил, тебе непонятно, каким образом он это сделал? Бог причина, а не воля его. Бог причина. Нет, вот скажем, это можно различить, можно понять. Либо воля Бога, причина мира, либо Бога. Еще раз, давай, это причина мира. Просто под волей обычно, в отличие от причины мира. Почему говорят... В чем различится? Различится из того, что когда говорят про волю, то якобы думают, что могла бы, могло бы этой воли не быть. Всегда подразумевают, что воля, как бы, есть некий выбор, да? Либо она есть, либо ее нет. А когда говорят про причину, имеют в виду, что при определенных условиях эта причина не может не быть. Да, вот как науки. Если их условия есть, то причина не может не действовать, правильно? И в этом смысле, как бы, там воли нет, там есть необходимость. Но! Но! Я влияюсь в том, что есть Бог, а есть его воля. Они могут быть совпадали. Опять же! Все равно разные вещи. Что самое интересное? Любопытно. Мне вообще прикалывает. Ты сегодня по весь день находишься в таких языковых стереотипах. А как ты различил Бога и волю? Каким образом? Онтологически. Нет, подожди, подожди. Бог есть некая стереотипа. Подожди. То, что на словах мы различили, и то, что мы, как люди, это различаем. Хорошо. Как ты различишь человека и его способность? Ты отвечаешь? Нет, мне любопытно. А воля это способность? Это же все. Может, это и неспособность, но это что-то из разряда способностей, не знаю, там, я не знаю. Это, короче, принадлежит ему, Богу. Вот, началось. А ты хочешь сказать, что воля совпадает с ним? Нет. Я хочу сказать, что воля это эффект может быть. Ну, значит, она не совпадает. Значит, можно различить Бога и волю Бога? Каким образом? Каким образом можно эффект отличить от действия? Вот есть действия у него есть эффект. Вот молния, молния свиркает. Как можно различить молнию от свиркание? Каким образом? Можно, конечно, приду против... Та, свиркает не только молнию. Нет. Я понимаю. Я наявляю его, допустим, молния. Мы говорим, молния свиркает. Один раз мы говорим про молнью, как про субъект, другой раз, как про дипс. Та свиркает не только мозг. Гром гремит, гремит не только. Таз упавший же стеной тоже гремит. Да дело не в этом, молнятся. монета того�� ростонди Вот всякий раз гром гремит приводишь от и европейский раз на самом деле есть и другие кримит не только гриву ночное дело это как то прошу делать оп incrementING то есть шеркать иvi Opera сама по себе есть6 грима кбов и кни capacit таки хобей нет и мысли оба заянили феноменологи сверка нет никакой молники есть только сверка понимаешь и гром точно так же есть сам по себе и что надо, чтобы взойти и объединить их в одну причину и сказать, что это субъект какой-то или как это назвать это единое явление, феномен это требует еще дополнителей каких-то усилий вот я согласен с тобой, я с тобой полностью согласен в смысле того, что... так же и с волей но различие это ты уловил, по крайней мере мыслить мы можем по разному раз мы в такую впадаем ошибку это не ошибка, это способ каким в языке нас постоянно преневолен не в языке, но и в мышлении язык там, подлежащий сказуемый, подлежащий сказуемый ты всегда когда говоришь, хочешь ты того или нет ты говоришь, подлежащий сказуемый подлежащий всегда субъект, сказуемый всегда действие из мышления проистекает, ну хорошо допустим, как бы это язык но мы и мыслить можем в разных ситуациях мы можем мыслить, когда действие является причиной самого себя вот есть некая воля Бога, и она... нет никакого Бога как субъекта ноavi из wake которых не богатый который escaped на твоем желании полу хозяйцев русский городе самого себя другого даже акция распространение это дав North а я этоazeering источникanka вообще не потому что такое чему что бога нет а потому что это здесь прогнаться если многие тщ Thursday и победы илиdig 130 всему, и ты весь мир превращается вот в эти различия, которые ты самого себя изымаешь. У тебя есть я, ты чувствуешь, что ты субъект, ты чувствуешь, что у тебя есть воля, ты всему придаешь субъектности волю. Ну не всему. Сначала воля проявляется как произвольность, как у человека, потом эта воля превращается в понятие причины. Понятие причины — это есть редукцированное понятие воли, только просто уточненное, понимаешь? Уточненное. Магнит притягивает, раньше вообще понимали, что у магнита есть воля, в каком смысле? Он притягивает предмет, он хочет и притягивает. Это сейчас понимается по-другому, это закон природы. Вопрос ведь не слова. Мы на самом деле, у нас есть язык, у нас есть внутренние какие-то переживания, ощущения, какие-то различия. Мы все это берем изнутри себя и все переносим в магни, и все у нас становится вот так вот различенным. Благодаря тому, что мы внутри себя что-то различили, мы различаем, допустим, субъект и действие субъекта, и у нас теперь все превращается в субъект и его действие. Мы говорим о сознании и постоянно ищем, где тут у нас субъект. Где он находится? И не только мы, любой. Везде любой. И когда ты говоришь про какое-то действие, я говорю, сознание активное, то есть сознание есть действие. Значит, должен быть субъект этого действия. Все, зациклилась опять. А должен ли быть субъект? Почему здесь есть активность? Должен быть субъект и активность. Откуда взялась такая установка? Это что такое-то? Не является ли это языковая ловушка? Просто каждый раз, если я говорю некий глагол, значит, я должен указать, кто этот глагол тоскит. Либо в пассиве, либо в активе. Кому он относится, этот глагол? Голгол уже не... Вот мы говорим, смеркалось. Вот, хорошее, хорошее слово, да? Но по идее, в философии точно так же должен быть говорить. Понимаешь, без всяких этих... Смеркалось, а что? Просто смеркалось и все. Есть у нас субъект какой-то существительный, который, мы можем, мы говорим, смеркалось. Нет его? Просто смеркалось так же и здесь. Сознание. Что это такое? Сознавалось. А что он сознал? Кто есть такой? Его нет. Понимаешь? Или он есть? Вот в чем проблема. Может быть, он есть. Надо понимать, на самом деле, что если он это есть, это надо различать от языковой игру, от реальности. А может, его нет. Если его нет, надо тоже понимать, почему его нет. Почему в другом случае он есть, а в этом нет. Каждый раз надо вот это брать, как бы, и пытаться вот это вот... Я говорю, вот мы в такие глубины, на самом деле, залезли, что если мы не будем на это внимание обращать, мы вообще никогда ничего не поймем. Может, сколько угодно здесь плясать. Везде бытие вставляет, везде различие бытие и сущие вставляет. Это все здорово. Но нам надо, главное, что просто понимать, на самом деле, что мы строим некую сетку и должны все различия четко удерживать. Если мы будем вот так вот схлопывать, да, везде... Ты как раз схлопываешь различия. Я пытаюсь... Богатство различий, которое у нас есть, пусть как бы из нашего опыта. Ну, Бог знает, откуда они произошли. Но от того, что мы сейчас их схлопнем все и откажемся от них... Я ни от чего не отказываюсь. Я и от бытия твоего не отказываюсь. Не-не, ну, допустим, воля и субъект воли, и воля, понимаешь? Да, можно схлопнуть это различие, сказать, что как бы... Я не собирался их схлопывать. Я просто сказал, что проблематично их различие. Проблематично, да. Но это значит... Я-то как раз говорю, что не обязательно волей является причиной. В некоторых рассуждениях, в некотором ракурсе мышления иногда там бывает... Да воля, что такое? Опять же, воля это действие. Вот есть некое действие, да, и есть субъект этого действия. Один раз мы действие мыслим как субъект, другой раз действие мыслим как действие. Я говорю, что по-разному мыслим. Еще раз говорю. Здесь не обязательно воля, иногда здесь субъект. Я еще раз говорю, я просто вопрос себе ставлю просто как проблему. Проблема состоит в том, что вот это вот удваивание каждый раз субъекта или удваивание действия, надо его избежать. Почему? Потому что... Если есть различие какое-то, почему его надо избежать? Почему элиминировать его надо? Откуда ты знаешь заранее, что оно не поведет? А не случается ли так, что это различие мы... Может быть, откуда ты это заранее знаешь? А заранее я знаю просто в силу того, что все, что можно было сделать внутри этого различия, когда это все уже сделано. Классический фоксовщик на месте топтался, что ли? Вот она занималась этим. Она вообще не задумывалась, как язык различает. Он только Гейгель первый вообще задумался о том, что как бы субъект, предикатная структура предложения не может выразить истину. Не может. Она неправильная. Она потому что каждый раз различает субъекты предиката. Их различать нельзя у него в системе. Если правильно считать его и науку логики, там субъекты предиката, они тоже действенны. Их нельзя различать. Нет, ну я же не спорю. Надо просто конкретно... Заранее это тоже не аргумент, что вот как бы пытались... Нет, заранее не аргумент. Вопрос идет... Я же точно такой же пример приводил. Сознание занимает метапозицию или сознание есть метапозиция? Нет, ну... Понимаешь, или просто метапозиция? Это тоже как бы попытка избежать языка. Потому что если ты говоришь, что сознание занимает метапозицию, все, ты попал как бы в ловушку языка. Да? Я боюсь, что как бы многое, что как бы существует в философии, как ни странно, на этической философии права, это просто ловушки языка. Только ловушка... Только они не понимают, что они говорят. Они думают, они говорят, они думают, скажут, что философия это ерунда, и надо заниматься другими вещами. А я-то говорю, что и они в ловушке находятся. Не то, что в ловушке только философия находятся. Мы все в ловушке находимся. Мы находимся в некой ловушке языка. И они, и философия, которую критикуют они, все, понимаешь? Только одни считают почему-то, что они как говорят, вот тут ловушка языка, а мы типа нет. А на самом деле это неправда, и они, и все, и все. Мы просто не можем иначе высказывать, мы всегда будем говорить существительный глагол, все. Либо надо придумать другой язык, как смиркалось говорить, сознавалось. Ну ты не другой язык, опять же, важно, что он и есть. Нет, и просто я к чему говорю, что если мы будем, излагая нашу концепцию, будем, это я к тому же говорю, что если книгу писать, излагая концепцию, будем опять же опираться на простандартные ходы, это предложение, то мы постоянно будем впадать во все эти сложности, связанные с тем, что мы будем дублировать это действие, и это один раз как субъект, другой раз как его действие. Чтобы вот это не дублировать, надо как-то, надо сначала, ну для этого, чтобы это не дублировать, надо, как ты правильно говоришь, заранее это неизвестно, но надо различить, где можно это говорить, а где нельзя. Вот когда я говорю про способность, там можно это говорить. Почему? Потому что есть способность, она на то и способность, что там различия есть, да? Есть субъект как бы примысленно, а есть сама способность, да, которая действует. Почему она различна? Потому что она объектно направлена. Есть ли субъект или нет, так, в конце концов, это несущественно. Существенно то, что есть объект. И что способность отличается от объекта. Вот это существенно. Нет, но она как бы мог бы быть чьей-то способностью, а может быть просто способностью. Понимаешь, вот проблема-то не в множестве объектов, а в том, что либо она принадлежит субъекту, еще раз говорю, к слову принадлежит. Субъекты как бы мы премыслили. поэтому я говорю, либо... Может, и вообще не может. Так вот это различие. Поэтому про субъект нельзя говорить. Можно говорить только то, что есть объект. Способность, само слово способность уже подразумевает принадлежность. Нет, способность это слово способ. Мышление, есть способ данности для объекта. Каким? Через мышление, через восприятие. А то, что мы причину причислили, опять же, это некая причина механика. У нас есть это... Ну, хорошо, может быть, это слово способ, да? Но, как бы, в обыдном языке, если там нас кто-то слушает, да? Все понимают способности, как вот у меня есть способность, у того-то есть способность. Он вообще способный человек. Это слово, которое отсылает. Ну, это понятно. Если не будем, тогда как бы... Нет, можно заниматься эквилибристикой. Не эквилибристикой. Ты хочешь вычистить язык, чтобы он не подкладывал? Я, чисто, не могу использовать язык в тех смыслов, в которых он есть. Я не хочу... Но вот в тех, которых он есть, способность обозначает не способ, как ты этимологически выводишь. Способность имеет два смысла. Два смысла. Как способность имеет смысл, это способ каким? То есть мы способны рубить дрова. Понимаешь, мы способны. Но не в том смысле, что вот дар у тебя есть. А второе, что у тебя есть дар. Да, есть способность в смысле дара. Дрова никогда не означает, что мы способны их рубить, а еще способны их не рубить. Или, там, не знаю, пилить. Это никогда не означает это. Это означает, что мы способны. Нет, нет. Это означает, что мы... Это вот что... Когда я говорю про способность, имеется, что способов всегда много. Различие состоит не в том, способны мы рубить или не способны мы рубить, а в отличие состоит в том, что есть много способов что-то делать. мы можем дрова рубить, можем их пилить, можем расщеплять, можем их просто в печку бросать. Много способов отнестись к дровам. Вот дрова, это объект. Способность – это не дичький способ, каким с этими дровами можно манипулировать. А есть способность, которая понимается, как вот ты ксубью кто-то, вот в эту сторону если их зарулить, как одаренность. У тебя есть способность, чтобы спросить, что у тебя есть одаренность. Вот там этот, в этих играх рпг, там раз герой тебя, и ты развиваешь ему такие-то, такие-то свои. я говорю, это в эту сторону двигается, а я в эту сторону пропинул. Все играют в RPG-игры и понимают слово способности. Да я понимаю, просто философия у нас этот субъект не данный, поэтому причислять ему еще и способности, то есть ничто не данный. Другое слово придумай вместо способности, а ты упираешься, нет? Нельзя? Думай другое слово, я вообще не упираюсь слова. Просто способности, я просто... Причем способы данности тебя не устраивают? Нейтральное слово? Здесь нет ни намека на то, что это чьи-то способы... Я не вижу разницы между способы данности и способностями. Ну здесь нет если мы говорим, есть разные способы данности. Здесь нет никакой отсылки к какому-то субъекту, которому они принадлежат. Никакой. Разные способы данности. Только здесь должно быть указано способ данности, что это способ данности не является данностью, а является некими способами, которые существуют независимо от данности. Мышления существуют? Так и есть. Есть разные способы данности. Способ данности от данности не существуют а мышление существуют как способность мы мышлением мы мышления не отмечаем от того на что оно направлено а способuth нашим swing от того что так каким образом мы�뭐 как уж мышление же есть один способов данность ну да оно может пусть будет так вот и не понимаю это мышление. Как мышление , есть один из способнов данности? Я понял , в общем-то да, hiç, наверное, так тоже, чёрт пусть будет так, я хотя не понимаю как это смысл этого. Пускай есть просто fosseм, ну, я просто весь разговор идет о словах ну хорошо будет способ данности ну там, бытие будет я просто одно вам говорю ,что они занимаются поэзией, либо философией то есть мы занимаемся поэзией, и слова подбираем усп по неспособности , способы данности пусть будут. посылки ищем сумму разницы если это может быть хотя послугая сиська кустарный смысл что объекты данные до способов данных а способность этого нет особенности могут выхватывать просто и способность как вот как это кушать и все и ты можешь не быть а кушать способности ну так и способа данности на руках но я не знаю что ты придумал этот способ то у тебя способность как существует способность только тогда существует если есть нечто что дано к чему есть разность всегда есть что-то дано это тоже факт еще раз говорю что не бывает что ничего не дано ну ладно это мы просто уперлись уже в разговоры словах можно слова подбирать уже потом когда надо будет это все фиксировать уже строго вот надо будет подбирать слова способны способы данности способность апеллировать ближе к субъекту, способы данности ближе к объекту. Я думал, что ты понимаешь именно способности субъекта. Поэтому все это и завел. Потому что я изначально понял тебя неправильно. Когда ты нашел сегодня семинар, я понял тебя неправильно. Именно из-за этого слова. Я не поняла, в чем состоит правильно. Я до сих пор на неправильном. Я думаю, способность – способные субъекты. Что еще можно под этим подразвивать? Я говорю, способы данности. Не забудь про субъекта. Почему нельзя думать, что субъектов много и у субъекта есть способность? Хорошо. Смотри, у тебя есть способность мышления. У Влада есть способность мышления. У меня есть способность мышления. Если мы понимаем, как мою, твою и так далее – это наша способность. А если мы понимаем в принципе, мы думаем в принципе про мышление. Мы понимаем, что у мышления есть некий способ данности мира. А почему нет? Который не твой, не мой, не Булата. А это просто способ данности. Ну это очень, это как бы вообще классический переход. Это даже не гегельянский какой-то разговор. Он может быть способностью пристанет быть. Да. Он уже не ничья-то способность. Ну и не чья-то. Если я говорю, что у меня есть способность мышления, и значит, что она моя. И значит, что я подразумеваю, что под этим что? Что у кого-то еще может быть способность мышления? Ну в данный момент она твоя. Нет, подожди, способность – это не что-то конкретное. Просто вот этот подход, когда есть и неспособность, он отчеревает тем на самом деле, что у тебя будет не субъективная, а как бы объективная, как у гегеля. Понимаешь, какое-то есть мышление, человек вообще нет, он не нужен человек. Вот есть мышление, способы данности есть. Вообще можно все отбросить, так вот все свалить. Да. И все. Ну и Гегель будет еще. И сознание вся бьем еще. Ну я говорю, ну Гегель получится. Полный рост. Субъект от никаких «Я». Полный рост Гегеля получится. Это рай, я поняла. Спиртов нет. Нет людишек. Нет людишек, да. С другой стороны, все-таки когда говорим о способности, то в каком-то отношении субъект, он пускай не метафизически, а психологически. Есть, есть. Есть. И все может к нему способность адресоваться. Вот есть некое тело условно. как говорит тебе, у тела есть способность. Мысли там. Кусать. Кушать и так далее, да. Вот много способностей у них. Ну. Потому что тело – это некий объект, условно говоря. У этого объекта есть способность. Только у… это… у объекта есть свойства, а у субъекта способность. Во чем она отличается. Способность – это некие свойства субъекта. Но субъекта ведь не обязательно здесь субъекта понимать метафизически. может есть в субъект понимать смысле немного опасно стоит способности как объекта свойства субъекта это когда вы так по себе понимаете способности я так как билотерия начальник пути от субъекта может понимать как люди но судьбим может мне дам все одно но его тысяч способность он же как и дверь гатор gefallen ну то есть это его вкус когда множество но что говорит способность нас и мы говорим как способных действия Мы говорим, что способы данности и способности, в каком-то смысле, это одно и то же. Только просто я говорю, способы данности к этому полису стремятся, к этому способности, к этому. Нет, вот, допустим, ходьба. Это то, что как бы существует или не существует. Вот можно сказать, что есть стул, а есть ходьба. Можно их поставить в один ряд? Если нельзя, то как бы в каком отношении, чем они различны? Когда мы говорим, что существует действие... А зачем ты ее включил? А он камеру включил снова. Когда мы говорим о том, что существует действие, оно существует в другом смысле, чем существует вещь, конечно. О, значит, другой способ бытия, получается, в другом смысле существует. Надеюсь, естественно, именно так. Так вот, меня и смущает, хорошо, меня и смущает, что когда мы говорим про сознание, что это может быть субъект, а может быть это просто действие, и они не различны, это значит, что в этом конкретном случае сознания мы не можем различить два способа существования. То есть два смысла слова есть. Хорошо это или плохо? Может быть в этом какая-то глубина? То есть ты хочешь сказать, что это неразличие мы есть как субъект и есть как действие субъекта? Есть как вещь, есть как сущее и есть как... Правильно. А я хочу сказать, что в такой вещи, как сознание, неприменимая эта логика вообще, потому что это логика существительный глагол, точнее способ выражения существительный глагол не применимый. Хорошо, так нет, я не про существительный глагол, да, хотя и про это тоже. Может быть сознание тогда есть в каком-то третьем смысле, может быть вот как бы есть существительный, да, есть глаголы. То есть есть как бы чистый предмет, который как-то там может действовать, может не действовать. Есть чистое действие, которое как бы может быть не обязано никакому предмету своей причины. То есть оно просто действует и все. Действие есть. Смеркается. А может быть в случае сознания мы имеем дело с каким-то третьим способом бытия. Это и не предмет, и не действие. Я не знаю. Могу тебе сказать, даже несмотря на то, что я боролся с этим, чтобы не говорить каждый раз, не совершать ошибку, типа молния сверкает, не удваивать феномен даже. Тем не менее у нас получилось, что сознание это и обновременно, и пространство, да, как некое сущее, и как бы интенсивная некая активность внутри этого пространства. Понимаешь, все равно получилось так. Все равно получилось, что действие и субъект действия, они все равно проявились. Потому что язык так устроен. Не, не, Булат, Булат, я хорошо, я сформулирую свою мысль по-другому. Смотри, у нас уже есть такое странное различие, как существительные глаголы. Вот. Не конструктивно сказать, что это различие здесь не действует. Потому что это различие способа бытия. Вот есть способ бытия действия, есть способ бытия вещи или предмета, или субъекта. Вот. Конструктивно было бы указать на какой-то третий способ бытия, а не просто сказать, что это как бы различие здесь не работает. Надо указать на какой-то способ, потому что иначе это просто как бы отрицание. Это отрицательное разговор. Принцип дополнительности в смысле Бора. То сознание себя проявляет как субъект, то оно себя проявляет как чистое действие. Нет, нет, нет. А то я говорю о нем как о субъекте, то это потому что язык такой кривой, а не потому что я бы хотел говорить, смеркался, да, как бы, кто как главный. Но это указывает на то, что оно не является ни тем не другим, скорее всего. Почему? Потому что если из того, что у меня выразительные средства, мне не хватает выразительных средств, выразить то, что надо выразить, из этого не следует никак, что оно другое. Нет, если выразительные средства не подходят к нему, если выразительные средства твои не подходят к нему, значит надо искать другие выразительные средства. И как следствие оно не соответствует тем выразительным средствам, которые у тебя есть. У тебя есть выразительные средства для предмета. фишка не в этом состоит, а фишка состоит то, что выразительные средства мы изменить не можем, потому что мы при... А вот так... Смертгалос, нет, смертгалос ты можешь говорить. У тебя есть понятие о чистом действии, у тебя есть понятие, но и сознание и этому не соответствует. Нет, ну я тебе просто пример приведу по аналогии, чтобы объяснить. Вот Гегель тоже так, как ты осуждал, вот есть проблемы с опоремизированным, там какие-то есть проблемы с фиксацией движения, и он придумал новую логику диетическую. Да, там? И что? А математика не стала придумывать, городить здесь огород, и взяла, пошла обычным путем, оставила все слова обычными. И точно так же все эти проблемы обошла. Не, 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 не. Просто вопрос о том, что мы язык трогать не можем. Мы должны те средства, которые у нас есть, использовать, но сделать так, расщепить реальность так вот в нашем различии, чтобы слова можно было туда втиснуть. Говорить обычный язык. Да дело-то не в словах, есть же смыслы просто. Есть смысл, вот ты понимаешь, смысл движения, до всяких слов. Ты понимаешь, что такое движение. А что, я и сознание понимаю, что такое, до всяких слов. А толку от этого? Я понимаю, что такое сознание. А что это нам дает? И ты понимаешь, что такое предмет, до всяких слов. Я понимаю, что такое сознание, уверяю тебя, до всяких слов. Только это ничего, в понимании этом ничего нет. Хорошо, так как вот те смыслы соотносятся? Как соотносится смысл действия со смыслом сознания? И как соотносится смысл субъекта со смыслом сознания? Вот как они соотносятся? Просто ты постоянно пытаешься сделать, как сказать, убирая вот этого субъекта, допустим, ты всегда делаешь, говоришь про это смеркалость, гром гремит, ты говоришь, что вот сознание есть действие, и не нужно вот приделать какого-то субъекта. Потом ты начинаешь говорить, что сознание есть субъект в то же время. Нет, я говорил о том, что для сознания различить сознание и субъект этого сознания, как если бы было действующее нечто, и было бы действие, это нельзя. Надо либо говорить только о субъектах, либо говорить только о действии. Хорошо. Объясню. Если... Мы уже договорились о том, прогресс-то есть, мы договорились о том, что различают эти две вещи, мы различаем разные способы бытия. Вот, допустим, взглянем на человека. На него можно посмотреть как на вещь, способ бытия вещи, а можно посмотреть как на, не знаю, там, субъект, там, или, не знаю, там, присутствие, ну, пусть будет даже субъект, как на что-то активное. Вот. Вот два способа бытия. Вот. Это же аналогичная ситуация. Если мы говорим, что мы не можем... Так, сейчас, я мысль потерял свою. Извиняюсь. Потерял. Я хотел сказать, что тут тоже, как бы, есть разные способы бытия, но мы, как бы, можем выбрать... Потому что ты думаешь, когда ты будешь запленять способы бытия, слово бытие запленать, это все как бы глупости. Ну, а я к тому, что... Надо ведь на слова говорить. Не надо слова говорить. Он должен быть, конечно, один. Потому что ты должен пытаться сказать смысл. Какие слова подберутся, такие и говорить. А ты пытаешься сказать слова, а потом под эти слова подумать какой-нибудь смысл. Хорошо. Я тебе говорю, сознание не может быть одновременно и действием, и не может оно совмещать, оно должно быть чем-то одним. Ни субъекта, ни субъекта. Подожди, а почему? Откуда это взялось? Почему? Бог должен быть один, а почему не два? Почему? Хочется. Потому что смысл, который у меня есть в голове и у тебя, он один. Ну, и из этого что следует? Поэтому и снова мы должны выбрать одно. Но это же вот... Ты объясняешь один смысл двумя структурами. Нет, дело не в этом. Я же тебе сказал, может быть, нет ничего такого, как сознание. Но у тебя же есть смысл, подожди. Ну, у меня есть смысл. Ну, и что? Из этого не следует, что этому реальность соответствует. Что есть реальность такая. Может быть, психологически какой-то это эпифеномен. Кажется, что сознание это нечто нам, людям. А на самом деле это не что. Просто некая, некая как бы... Ну, или что эта оговорка добавляет? Да ничего не добавляет. Вот, как мы занимаемся пустотой. Ничего не добавляет. Ты просто думаешь иначе, если у нас есть... Мы не хотим получить сознание как какой-то состоявшийся смысл. Мы всегда хотим, чтобы оно оставалось ни тем, ни другим. Так, что ли? Нет. Чем-то посередине. Мы занимаемся тем, чтобы попытаться понять это сознание и выразить его некими средствами. Другими, помимо слова сознание. Вот есть слово сознание. Тебе понятно, мне понятно, всем понятно. А выразить его другими средствами можно теперь то же самое сказать по-другому. Можно? Если мы сможем сказать это то же самое по-другому, значит мы еще раз тут продвинемся. Если не сможем, значит еще не продвинемся. Сознание понятно? Понятно. Один смысл один. Все. Окей, по рукам ударили, давили, дальше заставили жить. Все. Это один подход. А другой подход? Что такое сознание? Например, можно сказать, сознание это мышление. И это уже есть. Философия. Понимаешь, когда ты взял вот два разных и перевел это от одного в другое. Вот надо сказать другое. А сознание надо сказать не сознание, а не что другое. Я и говорю, вот у нас есть два варианта. Мы с одной стороны говорим, сознание это действие. С другой стороны говорим, сознание это субъект. Ни то, ни другое правдой окончательно не являются. Ну и что? Значит, мы должны сказать, сознание есть х, что-то третье. А почему? Ну потому что. То есть если не два первых, почему третье? Ну ты же сам только что сказал, что нужно. Сознание что-то. Нет, я остаюсь бы сказать, что есть феномен сознания, либо он есть, либо он нет. Да, он есть. Тогда надо мне сказать, что то, какой он есть, а не то, как нам хочется. А не то, каким он не является. Ты сейчас говоришь, что он не является чистым субъектом, он не является чистым真emversиастьом. Ещё раз говорю, что все твои слова субъект действие по способу набросить сетку на сознание. И поймать его. А я и говорю, что надо не сетку как бы набрасывать, а попытаться выйти в сознание. Вот его, вот его взять его и притянуть. Попытаться. Может быть сначала сконструировать, конечно, может быть и по другому. но это все 3 3 и просто наоборот все это отрицательным образом оба и еще лишь это не то и другое ничего не получаешь чудовица я сказал что либо надо говорить всегда субъекты и забыть про сознание все таки судьи создание и по нации это и сознательно и запыслову субъект почему то есть и сооружение здесь еще раз и есть и мы с сознанием говорим сайта субъекта создает и сида такова не упадает противоречия проблем которым уже а если мы с ним полностью пускай мы сознание старинка чистой действия нет это опускается с объект слова тогда создание и если бы как у гигеля у гигель создание и субъект еще проблем никаких нет если сознание выпускаю словами и действия потому что не может быть одновременно действие но и даже опять же словесное различие и субъекта словесное различие когда настаиваю на столбство способ бытия как раз и пытались показать что это не словесное различие не различать по разбережность способ бытия неспользовались а он сам вообще есть ли субъекта словесное почему потому что потому что и слова психологический психологической разговоры субъектом и перед луниво это среди нас3 я как говорили это человеческий А метафизический разговор отделить индифферентного субъекта от его действий нельзя. Не бывает субъекта индифферентный, а потом он раз и начал действовать. Хорошо, картинки разные, структуры разные. Ты согласен с этим? Нет, ты не понял, что я говорю. В метафизическом отношении различий между действиями субъекта нет. Потому что если субъект не действует, то его просто нет. Почему? Ну а как он есть-то? Каким образом субъект в метафизическом смысле есть? Хорошо, объясню. В психологическом смысле он тело, вот лежит такое тело, толстое, жирное, оно лежит. А как метафизический? А я тебе могу сказать, как субъект отделяется от действия. Ну давай. Тем, что действует разным образом. Вот одно действие, вот другое вот третье. Ну а почему это не один, один субъект, два субъект, три субъект, один субъект, два субъект, три? Вот отделил тоже мне, отделитель. Ну отделил, я говорю, есть. Это много субъектов, сколько есть и столько субъектов. Ты что? А это значит, что есть общая структура. Ты Гегеля? Все уже. Подожди, Гегель не считал, хотя бы это, чувствуем достоверность. Ты что сейчас читал? Ну. Вот один предмет, вот одно я. Вот другой предмет, вот одно. А что является всеобщим? А является структура, где есть некое абстрактное я, вот, то есть абстрактный субъект. Я не спорю. Ну что так же? Только, только, просто ты опять же не понимаешь, что это есть. Один предмет, еще один предмет, еще один предмет, а есть единицы. Какое отношение единицы относится ко всем этим единичным предметам, не очень понятно. Ты хочешь сказать, что есть структура субъекта объект, и она есть везде? Ну, мы можем так что угодно навязать. Ну, я не знаю. Мы можем везде найти и... Я хочу сказать, что таким образом... Везде есть одно. Не, не, не. Я хочу сказать, что таким образом, пусть в абстрактном мышлении, пусть не в феноменологическом опыте, субъект отделяется от своего действия. Вот что я хочу сказать. Он-то отделяется. Я не понимаю. Дело не в этом уже отделяется, но не так. А где субъекта? И только, что говорил, что он не отделяется. Что невозможно субъекта отделить. Нет, я не понял. Это в метафизическом смысле не отделить. Я в этом психологическом смысле он отделяется. Это чисто метафизический разговор сейчас был. Где тут психология? Когда мы говорим про... Про единичный субъект, ты говоришь, это не психологический. Про всеобщий субъект и всеобщий объект. Вот мы гигельюскую ситуацию над чувством недостателемцу поднялись. Что-то я не понял. Получили... Я же тебе только сужу... Мы были психологические «Я». Психологические и... Да не-не-не. Это и отнес. Что вы психологическим, что вы метафизическим. Действия от субъекта ты не отделишь. Очень. Потому что нельзя отделить субъект от действия. Если ты будешь говорить, что один субъект имеет много действий, то это будет означать просто на самом деле, что... Это я тебе поставлю вопрос. А почему не каждому действию один субъект? И ты не сможешь ответить. Ты должен объяснить, почему у каждого действия... Что такое субъект? Субъект – это причина действия. как при привлечении всего года я не знаю и су agenda сомнам что тогда при отличии причины действия я встречаюсь причиногистые а действия я отвечаю я не могу а так отличает этот судьбе процент действий в разорвании индеферент на сходу японии есть что он в действии контакте попытки в действиях наверх если делать и по он причина то да когда причинили причину причине такого не бывает Это у таком назоветельном в голове это разделяется. Причина, она только всегда... Ну, у многовицин-то разделяется. Ну, в размышлении можно что угодно делать. Но субъект отделить от действия невозможно. Потому что действие и субъект... Потому что субъект, иначе говорят так, причину отделить от действия невозможно. Причину от следствия отделить нельзя. Нет индифферентного... Индифферентность, значит. Ну, а отличенный, отделенный. Индифферентность, значит, это отличенный вообще. Сначала есть причина, а потом она действует. Такого не бывает. И вообще дифферент это безразличный. Да, безразличный в том отношении, что нельзя сделать причину, сначала причина не действует, как бы потенциально существует, а потом начинает действовать. Такого не бывает. Отделить причину от действия нельзя. Эта вещь всегда в паре находится. Причина и действие это нечто неразличенное. То есть так же субъект и действие субъекта это нечто неразличенное. Если ты будешь говорить о том, что один субъект делает много действий, возражение будет состоять в том, что я буду говорить, что каждому действию соответствует свой субъект. Тогда ты должен будешь доказать, что этот субъект собирается в этого одного субъекта. А собрать ты его сможешь только на психологическом уровне, на петофизическом ты собрать его не сможешь. Хорошо, договорились, да. Но причина и действие, они как бы различаются уже чем-то. Ну, я не хочу сейчас сказать. Они различаются. Они, еще раз, не хочу говорить слово спасло бытия, но они различаются. Причина и... Это как бы два момента. Согласен. Но и ты, они, я же не говорю, что они не различаются. Я говорю, что они всегда вместе. Это и означает, что когда мы говорим о сознании, то на самом деле мы, поскольку причина и действие всегда вместе, то чтобы не получалось так, что мы говорим сначала одно, как причина, а другое это же самое, как действие. Потому что мы не можем вот их вот так вот различить. Вот они вместе, но различить мы их не можем. Так вот я говорю, если мы говорим про сознание, почему мне сказать, что сознание это и есть структура соотнесенности? Но тогда ты не сможешь сказать, что сознание есть субъект, потому что структура не может стать своим моментом. Понимаешь? Ты, когда говоришь, что сознание есть субъект, ты сводишь... Когда сознание есть структура соотнесенности, вообще-то мы говорим, что сознание есть пространство. Ну, пространство этих, ну, сознание есть пространство. Нет, ну, к тому, что каким образом оно может стать субъектом? Оно не может стать одним своим моментом. Оно не может стать моментом. Еще раз говорю, я же тебе и говорил уже сейчас, есть и сознание, есть пространство, то оно, возможно, сознание может с этого, возникает проблема, мы вообще-то с этого начинаем. Нет, ну просто с субъектом, ты говоришь, что сознание есть субъект. Подожди, подожди, и когда есть и сознание, есть пространство, возникает проблема, что сознание пассивно, да, и И что непонятно, где есть, как оно может быть субъектом. Чтобы оно было субъектом, оно должно быть активным. Нет, оно не просто активным должно быть. Оно должно быть не соотнесенностью, оно должно быть как бы вот это отдельная вещь, у которой нельзя говорить. Оно должно быть только моментом. Еще раз говорю, слово должно быть забыть, это философия. Ничего там должно быть, не должно быть. Мы находимся на такой стадии, где слово должно быть не работает. Ничего тут должно быть нет. Нет, но исходя из структуры, которую мы раздействовали сейчас, мы сказали, что есть причины, есть действия. Причина всего лишь момент этого действия. Начальный момент. Точно такая, как следствие. Нет, не так. Это ты так что-то перенесла. У действия есть причина и следствие. Это два момента действия. Действие от причины отличается только тем способом, каким отличается начало и конец. Как вот вы рисуете. Но вообще у действия как бы есть конец тоже. Нет, ты не понял. Вот это... Ну вот, субъект, стрелочка, объект. Вот действие. Вот причина, вот следствие. Действие причина отличается от следствия тем способом, что вот в этой точке, в одной, различается то, что входит, и то, что выходит. Только в этом. Вот точка одна, а различие стоит, что вошло и вышло. Больше никак не различается. То есть их различить только можно как бы предполагая, что есть некое предыдущее положение. Это вошло, а это вышло. Но точка-то одна. Но действие это не может быть точкой. Действие отличается от причины, от субъекта. Мы же говорим, это от субъекти. Ну и субъект... Вот субъект точка. Субъект двинул, действие пошло. Но субъект точка, да? Нет. И субъект не точка, и действие не точка. Они существуют как единство в точке. Как только перестал, тут этот субъект исчез, здесь только действие. До этого был только субъект. А на самом деле и это положение не существует, существует только вот эта точка. Я ничего не понимаю. Если мы различаем субъекты действия, то их различие состоит только в том, что на самом деле субъект действия порождает, а действие как бы от субъекта исходит. Но это различие на самом деле, есть различие. Ну просто давай до полноты картины, мы же там еще объект рисовали, на что действие направлено. Тоже направлено. Пока вообще никакой значения не имеет. Хорошо, но то, откуда исходит действие. Это же как бы момент действия. Это же один из моментов действия, нет? Да. В начале не в смысле того, что оно начинается с этого, а в смысле того, что мы в этой точке, на эту точку, действительно так вот как бы раздвигаем, растягиваем. Вот, у нас получается две точки. Да. Вот, прекрасно. Ну, причину отнещить от этого действия нельзя. Почему? Ну, объясни, сейчас. Ну, еще раз, ну, нет, причину-то нельзя отличить от действия. Ну, нельзя свести действие к причине. Вот о чем говорю. Да я раз говорю. Сознание свести к субъекту. Ну, я каждый раз, что ты говоришь, ты меня не понимаешь. Надо либо говорить о субъекте, и тогда вот эту стрелочку не рисовать. А тут непосредственно говорить. Либо надо говорить уже о действии, и тогда субъект не рисовать. Ну, сознание, это не может быть просто точкой, и не понимаю. Сознание... Ну, что здесь вообще точка? Это же не сутки, все метафоры. Хорошо. Сознание ведь это действие. Сознание, действие. Ну, правильно. Значит, оно не может быть субъектом. Почему? Потому что это субъект или причина, это всего лишь момент этого действия. А когда я говорю... Нельзя свести... Нет, я не понял. А когда я говорю, вот, смеркалость, это что такое? Ну, это значит, что нет, нет здесь субъекта. Ну, правильно. Ну, нет субъекта... Можно ввести... Подожди, нет субъекта в каком смысле? В грамматическом? Во всяком. Нет, как во всяком. Вот смеркалость, происходит действие смеркания. Это что? Субъекта нет в грамматическом. А в каком другом его нет? В каком? Нельзя там... То есть, можно выделить момент вот этой причины, выделить момент, что вот смеркалость и продолжает смеркаться. Ну, и что? Вот. Это и есть действие. Но! Это не будет субъектом. Ну, то есть... Я не понял. Ну, хорошо. Я вообще не лежу за слово субъект. Это принципиально. Я с ним говорю. Вот происходит смеркание. Вот сознание как смеркалось. Понимаешь? Сознавалось. Хорошо. Хорошо. Можно так это по-другому объяснить? Вот смотри. Вот есть некое целое. Да? Целое. Ну, это действие, допустим. И это целое на элементы разбить нельзя. Да? Вот по наговицу. Да? Ну, можно выделить момент из него. Да? Моменты можно выделить. Вот. Один из моментов, допустим, если мы говорим про действие. Это будет причина. Но! Причина же это только момент. Она не может быть целым. Целое это действие. Это значит, что говоря, что действие есть субъект, что сознание есть субъект, мы тем самым целое сводим к моменту, что не есть правильно. Ну, почему здесь это вообще? Я не знаю, что это грамматический. Это значит, что это грамматический. Ну, потому что ты... Я еще раз... Смеркал. Вот нет никакой грамматики. Вот мы смотрим с Меркал. Что происходит? Расскажи мне. Без грамматики только. Не надо мне тут слова придумывать. Мне нравится, что... Ну, и правильно. Ну, а почему про сознание ты не можешь потому, что сознавалось? Сознавалось, да? Ну, и что? Я и говорю против субъекта. Не надо мне говорить, что сознание выступает когда-то субъектом. А я что, говорю, что не выступает? Да, постоянно. Потому что язык так устроен. Да как мне теперь говорить? Потому что сознавалось? Ты говоришь не только так, ты говоришь, что Гегель был гениален, потому что говорил то так, то так. Правильно. Потому что либо нам надо говорить, что нет никакого сознания, а говорить только субъект. Просто субъект. Нет сознания. Почему субъект-то? Откуда он взялся? Мы только про сознание и говорим. Вот откуда все время берется субъект? Еще раз тебе говорю, что у нас есть конструкция, субъект действует. И из этой конструкции, когда мы говорим о сознании, надо оставить либо субъекта, либо действует. И если мы оставляем действие, то должны говорить сознавалось. А если мы оставляем субъекта, то должны говорить субъект... Это как у каналит ACT. Свознания почти нет. Он использует слово самооц себе, но у него ему нет. У него есть просто субъект, которые направлены мир, который многообразный, если у него способность. Все. Ему сознание, в принципе, не нужно. У Карта наоборот, у Генгель наоборот. Субъект как бы постоянно как бы не нужен. Понимаешь, у него есть только сознание. Субъект и сознание — это взаимодополнительные вещи. Взаимодополнительные. Они друг другу, они как бы либо пересекаются, либо... Хорошо. Могу я еще раз задать вопрос. Я не могу понять, как часть может быть... Нет, нету части. Нету части. Части нету. Ну, причина. Это только момент действия. Это ты придумал, что и причина какая-то. Ты придумаешь постоянно сначала слово, потом за ним цепляешься. Ну, субъект — это только момент сознания. Один из моментов. Второй момент — это объект. И что? Понимаешь? И что? А ты хочешь всю структуру в целом свести к одному моменту. К какому? К субъекту. Почему? Ну, ты говоришь, что можно так мыслить. А я говорю, что нельзя. Почему нельзя? Потому что вот это целое, а вот это... Просто вот этот вектор интенсивного просто не будет, и все, это будет нечто непосредственно. Будешь быть субъект на объект направленный, но вот этот вектор — это ничто. Его просто нет. Субъект направленный на объект. Все сознание схлопнуло с понятия субъекта. И что? Не понимаю. Как не понимаю? Ну, субъект вот ты непосредственно направленный на объект. Че? Ну, у тебя была большая как бы структура, ты взял один ее момент и все к нему свел. А все это куда делось? Целостность куда делось? А оттуда структура-то изначально была? Структуру «Настал вечер». Не, может как? «Настал вечер». Я говорю не то же самое. Потому что был мир действий. Вот смотри, вот есть реальность. Ты можешь сказать «смеркалось», а можешь сказать «настал вечер». 22 разных способов сказать одно и то же. Понимаешь? Так вот был мир действий, а стал мир каких-то этих... Не, а стал мир нет. А стал мир субъекта, в которой действуют. Только действуют не сознания. Сознание… Весь это уже нет. Действия – мышление, восприятие. Просто вечер есть. Нет. Нет никакого действия. Я понял, в чем у тебя проблема. Вечер, то он ус 예. Нет, ты и ты понял. Я понял. Исчезает только сознание. Мышление, восприятие, как у Канта, все остается. Субъект мыслит, воспринимает. Все становится способностями. Сознания нет. Сознания нет, а все становится способностями. Хорошо. С мышлениями. Допустим, как бы я мыслю, да? Вот есть действие мышления, и есть там субъект. Почему здесь не так же? Почему здесь как бы остается, как ты говоришь, действие? Почему оно тоже не слопается? К одному этому яхту. Ты просто про мошенник говоришь? Да. Почему в сознании как бы... Ну, я что-то не понимаю, какая-то уже такая... Разница состоит в том, что если сознания нет, то нет ничего. Разница только в этом состоит. А если нет мышления, есть это, тогда и я есть. Если нет восприятия, то я есть там. Я индеферентно по отношению к мышлению, к восприниманию, ко всем способностям оно индеферентно. В буквальном смысле на опыте. А к сознанию оно неиндеферентно. Сознание нет, нет ничего. Сознание есть, есть я. Я не понимаю, там действие исчезло. Почему здесь не исчезнет действие, когда мы говорим просто... правополадеев, это разница существует. Есть разные действия. Есть действие мышления, а из действия сознания. Рассказать, если мы в сознании нет, то нет ничего. Нет и я, ничего нет. А если нет мышления, все, ничего не меняется. Восприятие ничего не меняется. В этом разница. Потому они и способности. Что от них ничего не зависит. Нет мышлений, что? И куча людей не мыслит и что? И живут нормально. Можно вообще не воспринимать. Или еще что-то может... Ты не понял вопроса моего. Нет, ты не понял, не понимаешь, что ты говоришь. когда мы говорим о способностях судей он является делом коллеги но это понятно а Kansas здание Joint coli ефт explained я же говорю 1 я не говорю да я такое деле окведение то есть если как то ли тут правильно пациента провал Christie группировка одaporata и breach диалоги Кот ходит индеферентно, может не ходить. Действие на хождение, кот-кот никак не зависит. Это про коса, про действие. Можно послушать, и не кричи только, пожалуйста. Соня уже закрыла, она сейчас опять начнет убежаться. Вот смотри, вот допустим, смеркается, да? Смеркается. Мы можем ввести субъекта вечер. И сказать, вечер настал. Но действие пропало. Есть просто вечер и все. Никакого действия нет. Почему настал-то есть? Ну он настал уже. Он не настает там, ну не знаю. Нет, ну не знаю, можешь сказать, у нас нет формы в английском есть. Нет, ну по-хорошему, если бы мы все... В английском, и унинг, и из камень. Нет, ну хорошо. Нет, ну настает. Но фактически, если ты говоришь, вечер настает, ты сохранишь два. Подожди, ты можешь сразу мне мысли сказать? Не надо вот играть словами, это все пока, до сих пор игра словами. Мысль такая, что я тебя понял так, что мы либо сохраняем действие, но тогда у нас нет никакого разговора про субъект. Есть просто действие, смеркается. Нет, ты меня не понял. Либо... Это относится только к сознанию. Только... Давай так говорить про действие, только сознание. Либо сознание есть... А почему такое различие? Я же тебе только объяснил, что если есть способности, если мышления нет, все равно субъект есть. Субъект не займе индифферентен к своим способностям. Да нет, меня индифферентность действия волнует, а не субъект. Меня не субъект сейчас не волнует. Мне интересно что? Что если мы переходим к субъекту, то действие исчезает. Ну вот допустим... Я не понимаю. Сейчас. Еще раз говорю. Хорошо, объясняю. Вот допустим, гремит, да? Мы говорим гремит. Или допустим сверкает мы говорим. А потом мы говорим гроза. Мы не говорим действие, мы говорим существительное, как бы, так сказать, факт, предмет, там, так далее. Гроза. Все. Здесь уже действие, оно как бы упаковалось в субъект, как бы упаковалось... Еще раз просто, я не обобщаю любому действие, понимаешь? Нет, ну это только сейчас так же, как сознание? Нет. Объясняю. Молния сверкает. Молния сверкает. У грозы никакой индифферентности по отношению к своим действиям нет. Потому что это один феномен. Один феномен таков. Мы просто знаем, что это один феномен. А про сознание мы заранее ничего не знаем. Про сознание... Я не про сознание говорю, я говорю, почему в случае сознания, вот ты говоришь так же, у тебя как бы сознание либо схлопывается в субъект, либо остается как бы действием. Ну ты же меня просто услышать не хочешь, а потом как-то... Хорошо. Ты забегаешь куда-то перед, ты услышишь не можешь. Правило гром и молнии мы можем выяснить, а индифферента взять и изучить этот вопрос. Два это гром гремит, или на самом деле есть просто гром и все, или просто есть гремит. И это на самом деле удваивание одного феномена. Мы это можем выяснить, извините, как зайти и посмотреть, опыты поставить и так далее. А тут нет у нас такой позиции. Мы не можем... Хорошо, я сейчас объясню. Подожди, я тебе могу больше что-то сказать. Может быть, есть субъект, просто представь, вот я это... И отдельно есть сознание. Может быть. Но с нашей позиции, которой мы находимся в сознании, нам не различить это. Я понял. У меня вопрос вообще как бы на самом деле сознание не касается. А он... Различие между гром гремит и я мыслю. Вот между чем различие. Между, допустим, способностью. Я есть. Оно может не мыслить. А может мыслить. Почему? Потому что я индифферента под своим способностями. Я здесь, ты добавляешь какое-то другое я, а не то, которое... Это не важно. А не то, которое причина мышления. Это не важно. Может быть, это другое я. Может быть, ты премыслил его как раз. Вот у тебя есть много способностей, у каждого есть причина. Как бы, как момент вот этот вот. Понимаешь? Ты начинаешь выделять причину, а потом добавляешь сюда я. Ты как раз занимаешься тем, что синтезируешь все эти способности за каким-то там загадочным я. А может быть, есть просто причина. И мы говорим мыслитель. Понимаешь? Вместо того, чтобы говорить там мышление происходит там или что-то в тангохе. Как гром гремит. Или мыслящий мы говорим. Мыслящий, понимаешь? А тут воспринимающий. Ну, я на такую позицию начальника. Но просто различие между гром гремит и мыслящий там есть. Не всегда ли можно действие превратить вот в такого, как бы, субъекта, который субстанциализирует это действие? Такого различия нет. Между мыслящий и мыслитый, между гром гремит, такого это... Получается следующее, что любое действие можно субстанциализировать в виде какого-то субъекта этого действия. Вот. Именно так. Тогда получается... Нет, 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 только просто... Это именно... Это языковая игра такая. Нет, 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 нет. Это только не в классическом смысле. То есть в классическом смысле так сделать нельзя. Почему? В классическом смысле предполагается, что... Нет, ну то, что предполагается там я какой-то, это понятно. Вот, но... А вот не в классическом смысле, когда феноменологически дано только действие, и как бы каждому действию можно премыслить свой субъект, это уже как бы вот этот разговор, он не классический. Ну даже не премыслить свой субъект, мы просто как бы... Вот это и называется субстанциализировать. Вот слово-то правильно. Субстанциализировать, да. Вот. Теперь я тебе понял, что ты хочешь сказать в итоге. То есть я сам на этой позиции в начале стоял. Но потом как бы... Для того, чтобы пытаться тебе объяснить... Просто разве сознание здесь... Сознание разве... Вот эта ситуация с сознанием чем-то отличается? Тут получается мы тоже можем субстанциализировать в виде какого-то... Не отличается. Если доходить до такого уже, то ничем не отличается. Все правильно. Не отличается. То есть, а когда мы говорим про способности, мы, получается, встаем на классическую точку зрения, что ли, как твоими словами говорят, что есть какой-то я, который заранее объединяет эти способности, чем они отличаются в этом плане от сознания? Теперь такой вопрос. Ну, они от сознания отличаются тем, что от сознания предметов, то есть, с другой стороны. А у этих есть. У своего специфического. Со стороны субъекта они никак не отличаются. Они точно так же схлопываются субъектом, и все, и ничего здесь делать нельзя. А со стороны объекта, у них есть объект, а у сознания как бы объекта своего нет, оно как бы безобъектно, оно чистое действие, и все. То есть, иначе, можно двумя способами говорить. Можно считать, что в сознании любой объект становится его объектом, а можно говорить о том, что он просто вообще объектов у него нет, он является просто чистым действием. То есть, это вот, вот эта вот амбивалентность такая есть, что как бы сознание чистое действие, и поэтому может стать любой объект его объектом. А умышление может у двух, может, а умышление может субстанализироваться. То есть, каким способом? У него есть как бы объект всегда, мысль. Мысль направлена на, умышление направлена на мысли, на смысл. То есть, с одной стороны, она есть как действие, с другой стороны, она есть как нечто, уже как объект. И это всегда так. А со стороны субъекта ничего не сделать нельзя. Потому что действие отделить от субъекта уже невозможно. Потому, кстати, мы и премыслили субъектами, уже проще. Ну, он не доступен, правда, нет, по-другому смысле не доступен был. Просто мы же его премыслили как причину, и поэтому его уже отделить невозможно. Если бы мы Примыслили его как-то по-другому Тогда можно было пытаться его отделить Мы его отделить не можем Потому что он по определению является причиной Как причиной его не отделить А в сознании А, вот в чем различие, кстати Тут у нас является причиной его не отделить А в сознании Субъект не является причиной сознания Понимаешь? Они там как-то по-другому сочинены Вот в чем различие Ну так вот это тоже другой разговор интерсартом когда я спорят воды только еще раз когда эта думаль Come projects сознание и субъект сочленены по�ни проценту у вас не является из truly то что из создания общем носа знания есть личный субъект товарищи проекты которая непонятна dichа и сочлены в а ?" и две ли их вообще то есть тут не такой вопрос когда мы говорили про мышление там по крайней мере их тоже разделить нельзя но тем не менее все-таки различие то как бы нам же дано есть причины есть действия каких различить то нельзя не вашу причин сама по себе а потом действия но тем не менее как в каком-то смысле мы различаем а здесь различить даже нельзя потому что они как бы словесно мы удерживаем не разрушить с одной стороны чили за другой стороны как они как раз такие как ты говоришь различные очень сильно линия и либо либо они вообще различные участие либо их я не буду потому что они как то одновременно так самая связи нет или нет ответственности есть но это связь непричинно непонятно какая связь потому что почему потому что если нет сознания то нет ничего точнее субъект то есть у меня есть сознание является необходимой в каком смысле непонятно в каком уже сознание с причинами тоже так говорить нельзя ну вот оно как бы ну если вообще субъекта нет не выписано не веселее то есть субъекта сознание нет понимаешь что в создание просто слово мы удваиваем каждое слово как уход в поле сеткой два раза удваивать понимаешь сначала как молонь а потом как сверкает либо наоборот был главенгар, 2 раза сверкает. Сначала сверкает, а потом еще как причина этого сверкания. Понимаешь? Как молния. Как вот говорить? У нас сознание, что, действие? Или, как субъект? Причем, если говорить как субъект о сознании, то тогда возникает проблема. Если это субъект, то у него все родители должны быть. Субъект же не бывает бездействия. Поэтому я предлагаю вообще субъекта выбросить, оставить только сознание. Потому что действие-то может быть само по себе, даже если у него субъекты нет. Смотри, вот есть тогда сознание, но мы же когда говорим, мы же не можем сказать, мы говорим, сознание подлежащее. Как мы теперь высказываем? Мы все равно высказываем, как о субъекте. Есть сознание подлежащее. Мы этого не хотим, но язык высказываем. Если мы говорим, сознавалось, то есть как о действии, тогда нас поймут ли другие люди, что мы говорим. Поэтому я и предлагаю язык не ломать, а попытаться различить здесь еще, так, чтобы язык может был втиснут. Чтобы язык высказывался, как он умеет, а различалась реальность, как бы различалась, а не язык. Надо чтобы не... Еще раз говорю, можно различить, как у Гекеля, можно придумать новую логику для того, чтобы решить проблему опори Зенона. А можно просто не придумывать новую логику, а просто новые различия, ввести какие-то новые конструкции, бесконечно малые ввести, там всякую такую ввести, и расщепить саму реальность. Понимаешь, и тогда язык остается тем же самым, но реальность расщепиться, и будет все понятно. У нас два способа подойти к реальность. Можно реальность попытаться увидеть ее, усмотреть в реальность различия, и расщепить ее. Поэтому придумать новые слова, различия, расщепить полностью. Либо язык теперь мучить. Но можем, как говорится, это сознавалось. Но кто поймет у нас, скажут, сумасшедшие какие-то. Ну, если мы придумаем новые слова, как это предыдущие в ряде, может мало кто поймет. Ну, почему? Причем, мы же вот расщепили сознание, сознание субъект, значит, придумать надо какие-то способи вставить туда. Субъект один, субъект два мы различим. Может, еще надо же какое-то различие издевести так. Чик-чик-чик-чик так расщеплять и расщепить в итоге. Если это вообще возможно. Есть два пути. Оба пути, возможно, ни к чему не приведут. Потому что мы находимся в правильный третий. Я уже знаю. А, кстати, может быть. А может быть, надо ортогонально действовать? Может быть, вполне. Почему и надо всю конструкцию шатать? Понимаешь? Мы не можем только заниматься сознанием, мы заниматься вложением вообще всех. То есть и мышление, и восприятие всем. И объектами. Потому что непонятно, с какой стороны подойдет ответ на вопрос. Надо всю структуру расшатывать, чтобы увидеть, где вот... Знаешь, когда шатаешь вот так вот, чтобы услышать, где звенит? Сильнее пошатаешь, и услышишь, так, там звенит. Проверил, нет, а не там. То есть надо шевелить, шатать всю конструкцию. Это чтобы почувствовать, узнать, где звенит. И потом надо все варианты перебирать. Вариант субъект, это... То есть что можно понимать подсубъектом, что можно понимать подсознание? В сознании, например, мы говорим пространство, но с другой стороны оно является активным. Надо как-то все вот эти вещи расшатывать и смотреть. Мне, например, странно теперь, что сознание с одной стороны пространство, с другой стороны оно активно. Я заметил, что здесь все-таки есть какая-то странность. Что не может быть так, что сознание пространство, как бы... Не, можно говорить, что сознание является активным пространством. Только я не знаю, говорим ли мы что-нибудь новое? Солнительное как-то. Да, я не понял. Не то, что новое, говорим ли мы что-нибудь. Да, вот я точно так же, когда ты про бытие говорил, я же не спорю, что надо использовать слова. Просто обычно активность, конечно, дальше за субъектом. Вот. Это понятно. Да. И тогда можно было бы говорить, что сознание пространства, а субъект активен. И так некоторые говорят, что сознание просто вместилище, да, в котором все происходит, есть субъект, он действует внутри этого пространства, так сказать, наряду, так сказать, с этими, с объектами и другими способностями. И все укладывается тогда в простую схему, там, допустим, кантовских пространств. Не, ну, про простые какие еще есть схемы? Ничего у нас не пишут, да? Самая простая, да, ну, как гигельевская, да? Пространство как бы понимать, вот я говорю, то есть это сознание, понимать как все. А у тебя есть? Нет. Зачем можно мило писать? Ну, короче говоря, вот здесь вот. Сознание это как бы вот такое пространство, да? Вот, допустим, пространство уже не обязательно бывает огромное, там, да, пространство, это может быть пространство двух точек, допустим, каким-то образом соотнесённое. Вот как бы пространство одной точки и второй точки, вот, соотнесённое, вот такое пространство сознания. Вот сюда как бы может заступить объект, сюда может заступить субъект. В этом смысле как бы сознание, оно является, оно, субъект не является причиной сознания, потому что ему нужно сознание, чтобы туда заступить, ему нужно это пространство, соотнесенностью, чтобы встать на свое место и являться причиной уже действия как бы этого акта. Но как пространство, в которое акт помещен, пространство акта, сознание существует до него, как основание, можно сказать. Сознание является основанием как бы вот этого акта. Но, а субъект, когда вступает сюда, он уже является причиной как бы акта, так сказать, внутри этого пространства. И есть вот этот объект, на который акт направлен, который тоже как бы может вступить, только потому что ему заготовлено место. Пространство, оно как бы дает место. Пространство неоднородное, да. Есть объектное поле, есть поле субъектное. Нет, ну даже, я не уверен, что оно должно быть пространством, но может быть как бы просто две точки, понимаешь? Это тоже пространство, двухточек. ф bola все это различие он понимает что так само и понимает внутри это создающий себя. Вот была одна точка, она ее как бы развела на две. Вот она различила одну точку на две, и вот сюда стал субъект, сюда стал объект. Вот как бы она создала эту структуру. Соотнесем. И структуру, то ладно, это понятно, каким образом структура создалась. То есть сейчас здесь не нарисовать, а так по идее у субъекта же просто есть центр переживания. Понимаешь, поэтому здесь есть некая внутренняя жизнь. То, что помнишь, мы раньше называли опытом этого? Бытия, там, проживание бытия. А что-то с другом. Это как раз субъект провел и выбил. Нет, это другое. Это активный субъект. А получается, что он сам себе создал такую возможность. А я говорю про то, что нет. Он бы сам не мог создать. Только как бы существующая уже структура, куда он заступил. А структура откуда взялась? А вот она как бы является... Это то же самое, что вопрос, откуда взялось бытие, которое дало бытие себя сущему. Понимаешь, вот была такая структура, вот она есть. Была в знакомствах, была потенциальна, а потом стала актуальна у нас в сознании? Нет, нет, она не у нас встала в сознании. Это просто сознание, в которое мы заступили. Еще раз, мы туда заступаем. Откуда оно взялось? А не так что? Я понимаю. Ну как, а откуда пространство взялось? Вот пространство есть, и мы... Это человек, который ругал почепричинность, да? Откуда взялось? Да я не об этом говорю, я имею в виду... Нет, ну, словно, как бы вот есть пространство, мы в него поместились, да? Можно считать, что мы породили пространство, да, по-кантовски. Вот мы породили его, и, так сказать, и дальше в нем же и ходим. Да, такие. Вот. А может быть, вот оно было, вот, и мы поэтому смогли в нем поместиться. Вот. Найти свое место в пространстве, потому что оно уже было. Так же, как бы, и пространство акта, да? Ну, Канта нельзя так понимать, утрировано, что пространство создало. Мы же не создаем пространство, мы просто, как бы... Не, ну, у нас, как бы, вот в субъекте есть эти формы, и вот, проросили их, как бы... У Канта такая тривиальность есть, согласен все-таки. На самом деле, его надо было понимать по-другому, что есть опосредование между, как бы, реальностью и нами. Ну, это понятно, да. А он-то, конечно, высказывается тривиально, там, он говорит, что формы наши есть, и мы их... Он высказывается неправильно. Вообще говоря, Канта такая позиция, правильно додуманная, это вот мы себя сами опосредуем. Тогда не возникает таких вещей, что, как бы, нет пространства, а потом мы его собираем. Но все равно мы, как бы, причина, да, получается, здесь, если точки зрения... Ну, в любом случае мы же себя опосредуем. Это же так оно и есть. Ну, это понятно. А почему мы себя опосредуем, потому что, как бы, через органы чувств, через все нервы проходят, а потом перед твоими глазами фланг, говоря, там все вырастает, как на экране. Фактически не так. Просто, я понимаю, как бы, этот вопрос, откуда вот это взялось, потому что это тоже, это может и к религиозности привести. Понимаешь, кто-то уже нам приготовил, так? Приготовил, ты чего-то тебе далась, тебе далась, тебе далась. Нет, это тебе далась, тебе. Нет, мне не далась, она ничего. Вот, в общем, как бы, вот оно уже... Просто я-то думаю на самом деле, что вот есть такая все-таки возможность, если сознание, как пространство, само себя отличает, конечно, не очень понятно, что это значит. А оно может на отношении к самому себе действовать? Самодействие возможно внутри. Такая многообразие такое, которое еще, как бы, знаешь, как это, в Ленте Мюбельс, сама с собой взаимодействует. Ну, Ленте Мюбельс, немножко это пример, там, другой, там, просто поверхность единой. Ну, как там, самовзаимодействующий. То есть, смотри, мы, когда всегда говорим про субъект, мы всегда имеем в виду, что вот есть, как бы, одна сторона, а есть, как бы, уже другая. Так вот, перерисоваться есть. Сюда объекты заступать, сюда субъекты заступать, и здесь вот есть непроходимая пропасть, как бы, условно говоря. Всегда сюда объекты заступать, всегда сюда субъекты. Поэтому я говорю, что объектное поле, субъектное поле. А можно понимать это тем способом, что само сознание само с собой взаимодействует, искривляется. Не очень понятно. Я просто что еще хотел уточнить, если уж раскрывать эту метафору пространства актов, что есть пространство точек, это одно. А теперь представим, пространство палочек. Вектор начертит, пространство палочек. Что такое пространство? Пространство в самом своем определении это множество. Это множество чего. Это система различий. Если математический, а squared root. Зачем даем в доска это отличается? Потому что это бесконечное число точек, система различий. Пространство, в этом смысле, оно настолько плотное, да? При этом, если ты приведешь систему различий, которая не является множеством, я соглашусь, что это другое определение. Я сказал бы так, что множество, это просто... Может быть, оно должно быть... Множество, это более широкое определение. Потому что оно может быть снабжено еще системой различий, как это особенное. Я согласен с этим. Потому что в данном случае получается, что это не просто множество точек, а множество пар. Нет, не пар, наверное. Ну, ты смотришь, мы смотрим на доску, видим, что сразу будет различие. Какие пары здесь? Все, 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 тут различие, тут много, сколько хочешь. Нет, много, сколько... Смотри, но... А теперь не задумывайся, а почему, когда я могу поставить точку, ты не задумывался? Ведь я поставлю точку, и ведь дело не то, что я точку поставлю, а что я пойму эту точку как точку. Вот, надо вопрос задать, почему я могу понять точку как точку? Это дело не в математике. А дело просто в том, что просто наше сознание так устроено, что оно может воспринять точку как точку. Хорошо, ну... Какую бы я ни... Вот я нарисую огромную точку, нарисую я маленькую точку. А теперь пойми, что ты можешь... Сознание еще как-то устроено. Ты можешь воспринять, да, вот вот, из перелочки тут осталось, вектор, как вектор, куда бы ты его не перенес. Даже как бы можно... Правильно. Допустим, уменьшить его длину. Нет, самое-то смешное. Прошло, я говорил про стеклянную. Представляешь, что она была стеклянная? И там, за стеклом происходили события. И ты можешь как бы эти события буквально на этом экране рисовать. Нет, это уже ты опять скатываешься в свою... Да дело не в этом. Не суть. Я просто что хочу сказать, что пространство векторов отличается от пространства точек. Потому что... Что это такое? Это множество пар. Как вектор сдается? Это пара точек. Вот. Причем в определенном отношении. Нет, просто пространство точек первичнее, чем любые пространства векторов. Да, но мы же говорим о том... То есть, оно более широкое, но это не значит, что оно адекватно описывает. Множество, это тоже более широкое определение. Я думаю, что сознание... Это значит, что сознание это множество... Нет, это одновременно и множество векторов, и множество точек. То есть, такое пространство. Там и вектора, и точки. Нет, а представьте себе, какая интересная ситуация может быть, что, вот допустим, это множество точек, да, но и множество векторов. И вот одна и та же точка в одном случае выступает в качестве, так сказать, начала, а в другом случае в качестве, так сказать, нормального. А, я понял. Я и так думал, но у нас уже ничего не пишут. На самом деле, я думал раньше, как бы я до этого тоже думал, что есть объектное поле, субъектное, как я говорил. Что они не разделены? Нет, не, 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 я хотел сказать, что есть, что это пространство по типу точек, но не однородное. То есть, действительно, есть точки, которые всегда объекты, есть точки, на которых вместе всегда стоят эти, а то, откуда интенсивны. Ну, может быть, ну, может и так, да. То есть, как бы вот так, есть такая грань, как бы? Ну, а только она не так проходит. Там-то и дело, что она как бы проходит как-то внутри. Вот отсюда, допустим, куча векторов идет, а отсюда не идет. И сюда не могут, нет, сюда, допустим, могут векторы приходить. То есть множество векторов, оно чем отличается? Оно как бы фиксирует вот эти вот... Да-да-да, ты правильно говоришь, надо говорить не множество точек, а множество векторов. Вот это правильно, я теперь это как бы вспоминаю. На самом деле, я так тоже так думал, да. На самом деле, надо говорить, что это пространство векторов, потому что вектора задают оба конца. Вот, вот я и говорю, они задают направленность. Да, и более того, это пространство не просто любых векторов, а именно они как-то вот с какого-то многобранности. Как-то вот, да, они там, так сказать... Неоднородное оно пространство. Вот может быть как бы вот эта неоднородность, да, и определяется, ну как бы этой неоднородностью определяется, собственно, кто есть субъект, кто есть объект. То есть может быть как бы активность пространства, вот как ты любишь, искривление, там прочее, может состоять в том, что эти неоднородности как-то формируются там, или, не знаю, возникают. но тогда мы перейдем просыпает к сборке субъекта как как агломератом многих субъектов ну если у нас будет какой-то внутренний да откуда все вектора следы как кондиционер да там две пластины там и все направлены в движение там за одной другой на этой пластины будут одни субъекты их много будет кучи так как там какой мир от субъектов а тут будут всегда обе кто получиться что но я не знаю по одной ли это же сказать что субъекта нет или сказать что их просто очень много а то что ведь фактически в нашем определении субъектом является причина действия да нет ну просто нет ведь и возможный ситуация что мы там расстаться много векторов выходит из одной точи но их как бы ищет иральность это частный случай часы случай что это просто тот самый частый случай который можно доказывать либо может считать что субъект один из него выходят все вектора действия, интенсивные. Либо считать, что субъектов много. Просто субъектов много, это менее строгое требование, оно более феноменологически правильное, потому что даны нам только сами вектора и все. Вообще нам даны только вектора и то, на что они направлены. Опять же, в каком смысле мы понимаем всеобщность этого пространства? Я когда говорю, я как бы мыслю, что это пространство, условно говоря, если так говорить, психологически для нас все. Что и ты тут есть как субъект, и я тут есть как субъект. Что не так, что вот как бы есть ты, и вот твое пространство, так сказать, сознание, и ты там себя формируешь, а больше там никаких... Ну даже кот, как бы вступая в твое пространство, он как бы выступает как этот субъект. Но опять же, твое это пространство или оно общее для всех нас? А как оно накладывается? Как оно становится всеобщим? Ну как он сумасшедше видит там? Ты видишь кошку, а сумасшедше видит собаку. Я-то думаю, что оно как бы предшествует нам. Ещё раз. Оно предшествует субъектам. Оно предшествует субъектам пространства. Оно даёт нам место туда встать. Вот, поэтому оно является всеобщим. Как бы оно могло как бы... Про всеобщее пространство что сейчас говорить? Феноменологически это не первичное, и это надо доказывать. Всеобщее оно не всеобщее. Ты что ставишь в начало то, что требует обоснования? Есть только интенсии. Их много. Это что означает? Это означает, что много объектов, много субъектов. Всё. Больше ничего сказать нельзя. Общая она, не общая. И что это за разговоры какие-то? Ну я к тому, что какова разница? Ну я объясню. Я не вижу разницы между множеством субъектов, как бы, в кавычках, внутри одного субъекта, да? То, что мы собираем в один субъект. И множеством субъектов то, что мы понимаем под интерсубъективностью, там, как бы, под несколькими субъектами. Да это просто не нужно просто. Нет, а в чём различие? Различие состоит в том, что, как бы, мы перепрыгиваем просто. Нет, нет, в чём различие? Вот как бы, его нет просто. Потому что феноменологически данность того, что у тебя есть, как бы, как ты там всё делаешь, у меня нет такой данности. Ну, как бы, я не знаю там. Нет, ну смотри, вот тело моё действует. Вот, допустим, у меня есть такая данность, что вот тело куда-то там что-то захотело действовать, да? Вот, рука потянулась куда-то там. Вот эти вот все другие субъекты, которые, как бы, нам не подконтрольны какие-то. Вот это множество есть. Точно так же, как бы, я смотрю, там, Соня куда-то пошла или заснула. Вот. Не похоже это? Есть тут принципиальное различие? Или ход потянулся куда-то. Я думаю, куда пошёл? Я просто для метафизического разговора, такого разговора, что другие люди существуют, он просто не нужен. Зачем? Мы же занимаемся сознанием, а... Другие люди существуют. А к тому, что это, может быть, и проблемы одновременно. Понимаешь, собирая субъекты, мы можем, как бы, вот и кота к себе, как одного из этих своих проявлений. Ну, может быть, когда-нибудь, когда мы дойдём до таких материй, можем об этом говорить. Сейчас это и бессмысленно совершенно. Это просто непонятно, зачем это нужно? Объясню. Смотри, вот, допустим, как бы, нет никого, да? Ты, вот, собираешь своего субъекта в этом пространстве. Ну, там есть вот этот ход, который тоже, как бы, ведёт себя как субъект, какие-то цели полагает. Ты будешь себя собирать, не захватишь ли ты его случайно? Своё тело, допустим, захватишь. А ты ли это твоё тело? Понимаешь, что здесь есть проблемы проведения границ внутри этого пространства. Что захватывает и что нет? Ну, это если ты изначально положил какое-то странное пространство, которое ниоткуда везет, а потом у тебя возникла проблема, как с ним быть. Ну, а что тут удивительного-то? Поэтому я говорю, что не надо этим заниматься. Ты, как бы, пытаешься поставить во голову какую-то предпосылку, которая... Не, предпосылка. И потом в этой предпосылке я обнаружил проблему. Так а в чём проблема состоит? Может быть, проблема состоит в том, что предпосылки такие ставить не надо? Хорошо, а у нас нет проблем проведения вот этой границы понимания, что есть я, а что есть не я? Допустим, со своим же телом. Разве такой проблемы нет? Я, на самом деле, это... Я точно не метафизическое субъект. Я не может быть метафизическим субъектом в принципе. Хорошо. Субъект, может быть, есть метафизический субъект, но оно явно не я. Я. Хорошо, а просто когда мы собираем субъект воедино, мы про что говорим, про метафизический субъект или про я, к чему вообще стремимся? Мы собираем, помнишь, мы говорили про учреждения? Ну. Мы учреждаем сами себя, какие-то субъекты, собирая сами себя, только на психологическом уровне. На психологическом. Только. То есть мы учреждаем себя как личность, да, как я, там и так далее, строим из себя, да? Нет, там, скажем так. Наверное, частично на биологическом уровне. То есть так устроен наш организм, что он сам себя учреждает. Или как единичество. То, что он, там, кормится, там, условно говоря, там, себя самосохраняет и так далее. Но, просто на этом уровне человека еще нет. Да, на этом уровне есть как животное. На биологическом мы как животное, а на психологическом мы уже как человек. Понятно, но никогда ни на философском, ни на антологическом. На философском, для того чтобы собрать себя, надо с вами понять, существует ли такое субъект. Вот и все. На философском слове? Нет, понимаешь, можно же собрать, даже если он не существует… опять же, не, на философском языке можно было учиться. Ты хочешь, чтобы он был собран как бы в проекте, да, вот как раз как вот с этим фильмом я показываю. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что проблема состоит в том, что различить действия и причину не удастся. Различить ее вот как вот, чтобы учредить одну причину для многих действий. Я думаю, что в принципе это нереально. Нереально объединить все действия и сказать, что у них одна причина. Психологически можно учредить. Понимаешь, что-то, например, у государства много причин, оно действует на международной народе. Я как бы, я президент. И можно учредить, да, государство. Я прежде, да. А реально кто от тебя зависит? Ну, я президент. Куча народу действует, там, куча всяких причин, да, как бы, а ну есть представитель, который как бы учредил, кто он причин. Отвечает, опять же. Он отвечает, да, да, да. Ему говорят, а что что там, кто-то там. Этим за ним, поэтому, для чего нужен этот психологический субъект, да, он нужен для того, чтобы на себя принимать ответственность. Ну, как-то вот, короче, это так уж устроен социальная жизнь, что мы должны как бы отвечать за свои поступки, за свои действия. И вот он учреждается, он учреждается именно как, уж говорят, даже не психологический, а социальный, как субъект, как субъект ответственности, как юридический субъект. То есть как субъекты выше биологического, все субъекты выше биологического, а не а метафизические, которые, как ты говоришь, основания. Вот это просто основания, не исчеряя жизни. Вот такой вот субъект. Есть ли основания у всех этих субъектов? То есть есть ли вот внутреннее единство всех вот этих вот единств вверху? Или это все единства вверху, это просто учреждения, как-то зарешили фирму создать, учредили юридическое лицо. Да? Сто человек учредили юридическое лицо, стали типа одним. Но они же одним не стали от этого. Но учредили они юридическое лицо. У них юридическое все одно. А все равно же 100 человек как были, 100 человек, так и осталось 100. Так же и мы. Может быть 100 вот этих всяких вещей внутри. Но учредили мы себя на высоком уровне, на психологическом уровне, как одно. Поэтому субъект это может быть только субъект учреждения, возможно. Помнишь, мы говорим постоянно об учреждениях, что твоя тема. Ну да. Да, но я как бы добавлял сюда, что может быть границы между психологическим и метафизическим не так не проходили, как кажется. Может быть, но я просто подозреваю. Может быть, потому что мы учредили себя и изменили, так сказать, расклад на метафизическом уровне. Взяли как бы эти дектора там... А, то есть в обратную сторону? Да, да. Ну нет, ну это неправда, на самом деле. Понятно, почему неправда. Не веришь в магию? Нет, ну вот и бишь. Да, независимо от того, что ты о себе думаешь. То есть ты веришь как бы в то, что мир сам по себе как бы вот как-то там вот он имеет свою основу? Нет, потому что мы мир не творим, потому что магия это обратное движение, да, то есть мы как бы учредили, и тем самым мир изменится. Но изменять и творить это не одно и хуже, кстати. Вот были два субъекта, мы их раз подвиняли друг к другу. Я понимаю. Раз, и они слились. Я понимаю. Срелочки притягивали друг к другу. Ну в некотором отношении вся проблема состоит в том, что есть, мы же Игорю еще раз говорю, мы не занимаемся сумасшедшими, мы не говорим о том, что нет никаких субъектов. Мы занимаемся философией, которая говорит о том, что есть, на одном уровне субъекты есть, а на другом уровне субъектов нет. И надо понимать на самом деле, что все устроено по уровню. Вот есть уровень, на котором субъекта нет. Бесполезно о нем говорить, просто не различить субъекта от самого действия. Например, вот мышление, если субъект мышления, пойди различить. Как действие различить от причины? Никак. Это знаешь про уровни. Есть такой анекдот. Программист попал в ад, перестрелял из дробовика всех бесов, мечется по нему и кричит, где выход на следующий уровень? Ладно, там где этих субъектов уже нет. Как это геймеры? Ну он как бы программист по совместительству геймер. Просто если как бы фиксировать сам результат, то это состоит в том, что когда мы опускаемся на самый нижний уровень, метафизический субъект, когда ищет уже осознание, ниже уже просто двигаться. Да, кстати, вопрос такой. А вот этот метафизический уровень, не является ли это как раз классической? Что он вообще существует? И это, кстати, одна из возможностей постклассической классофии, что никакого метафизического уровня не существует. Все на поверхности. Да, ну, сдавился, пожалуйста, я не применю. Все такое вот психологическое, со самым уровнем. А здесь вот, здесь просто клоак, как бы там, вот здесь машины желания, там, ну просто тело здесь как-то колышется здесь, и все, все, здесь вообще даже различия непонятные. А здесь различия только поднимаются, и здесь возникает уровень различий. Просто получается, что если, допустим, вот этой глубины нет, да, и метафизического уровня нет, тогда как бы вот все эти учреждения, они, ну, глубже некуда. Да, да, и более того, у него даже есть понятие дискрипции, да, это есть понятие, это как бы вот сам субъект прописывает себя и различает он на определенном уровне, а дальше вот здесь вообще различий даже нет. То есть там просто, просто есть мясо какое-то, которое там движется как-то, и все. Там даже ничего нельзя сказать про это. Субтитры сделал DimaTorzok